вот так вот она называется. Как тут сервер браузер? Так, я готов. Там вроде есть мультиплеер и джойн и типа того. Френд сервер зайдите. Там снизу поиски еще сервера тоже есть. Так, я зашел. Так, Дредд зашел, да? А как это вообще? Ну ладно, все разберемся. Я тоже зашел. Так, еще как стартовать, кто-то понимает? Ну вот карты что-то. Так, ладно, давайте каждый наберет себя по карте. Чусь колор, ага. Чусь колор где ты нашел? Ну нет, я где-то стартовал. Так, давайте по дверью я тогда не наглеться. Мне кажется, кто-то должен уметь в эту игру играть. Не, надо правила, наверное, прочитать. Андрей, чего у тебя за карта дэпс? Так, ребят, хорош. Роу, кто выкинует? Андрей! Мне уже нравится. А, тут вот как-то можно раздавать. Все, у нас дилер будет, короче. Так, и как их? Скай, да. Че это? Блин, я бы в покер просто поиграл. Сука, говно все. Кто-то стол сломал. Как это сделать? А вверху кнопочка была. А, стол перевернуть. Так, а как прочитать? Че-то не видно ничего. Че на карте написано? Так. Game options, grid hands. Ага, тут можно убирать всякие эти. Так, ну нам надо че-то... Альф типа увеличивать. Давайте че попроще, ребят. Тихо, тихо! Стоять, тихо! Подождите, подождите. Давайте, два на два. Вот мы с Собачкиным, психодел с дредом. Начинаем. Что это? Все шахмат. Так, ну я могу хостить игры, в общем, это я разобрался. О, все, ребят Вот сейчас серьезно Стоп, стоп, давайте я дилер Это покер, ребят А что с музыкой? Музыка будет? Кстати, да, куда делась музыка? Так, давайте, короче Я дилер, я раздаю А куда эти скидывать? А как смотреть карты, чтобы не полить их? Ну, не знаю, как-нибудь Посмотри, не поли их Сейчас я тоже попробую посмотреть Альбе и шифт нажимайте И вернусь, чтобы А у меня все равно Это не работает Ага Я сейчас бросил Ага, так, я карты свои посмотрел Ага Я тоже Так, подождите, у меня теперь Андрей, не воруй чужие Суки Так, подождите, давайте партию хоть сыграем Хорошо, давай, делайте Так, в общем, давайте Не знаю, что там по торгам Я, короче, касик ставлю на центр Стала кидаю, если хотите играть Какой, блядь, касик, откуда А у нас касики там есть? Да, каски А кто бы, где кнопка вообще? Я сбросил Короче, давайте, я не знаю Кнопка у меня будет Так, а сколько у меня банкрол? Ну-ка У меня 5300 Изи вообще Это тебе карта Как я посмотрел? Как карты перевернуть? На и флип Ну я все, типа, выделил Правок, ты можешь флип И могу поднять Так, во, на F флип от карты Так, ребят, флоп открывается у нас Король 810 Андрей, ваше слово Чек Чек, психоделик Пас Пас, психоделик Так, карта отдай сюда Так, моя ставка вот такая Чего психоделиком Я ставлю все У тебя 1500, конечно, я колю Колешь, да, ну давай, ставь 1500 Скрываемся? Скрываемся? Да Так, у меня король 7 Увол, задор Блядь Вот я говорю Это, блядь, такой лакирок Такой лакирок Вы понимаете? Самая рандомная раздача Первая пробная Когда все колют И так далее Он врывается в топ-пару Вы понимаете? Ча Мир Давай, все На, забери Фишки, дай сюда Эй, в смысле, какие фишки? Я-то заколил На споровну было это Первый раунд Ничего подобного Не было на споровну Все, сюда, давай Блин, музыки не хватает Что за херня? А у меня только музыки нет У меня тоже нет Так, ну ладно Что, будем разбираться В какое-то Домино есть, кстати Можем в домино поиграть Рэба А там вверху, вон, маркер А, слева, точнее Вектор Блин, музыки не хватает вообще Так, мужики Ну что, давайте Нам посоветовали эволюцию Давайте Почитаем эволюцию Давайте я почитаю И мы разберемся в ней И поиграем Как вы, согласны? Блин, ну мне дико не нравится Что нету Говорят, в невозможную игру Поиграйте Так, стоп А у меня что-то невозможно Нету игры Секундочку Я же ее качал вроде А скинь еще раз Скинь, а это что за блять Пельмени лежат здесь? А, да У меня ее не было Слышите, ребят Вот еще скинул одну игру Сейчас я на спам Чтобы пару дней запалить случайно Невозможную игру скачайте Последнюю? Невозможно, да Так, невозможная игра Давайте А, ну все Тут понятно Тут все понятно Фишечки есть Как прочитать Как-то кверх ногами все это Ну, не знаю Развини Полегчал Еди назад Четыре клетки Еди на старт Так, а где кубики? Нам кубики нужны Вот кубик Вот кубик один есть Как стол повернуть? Правой кнопкой мыши Правой кнопкой мыши, да Менять Так, ну что Все, давайте Каждый по своей пешечке возьмет Андрей, значит У нас Давайте Я хост буду игры Да, давайте Кирилл хост Андрею пешечку дал Психоделику пешечку дал Свою Собачник свою пешечку взял Я свою взял тоже Это говно нам не надо Здесь Ну и что Все на старт Нет? Так, подождите Почему они обратно падают? Ладно Давайте Давайте их в угол просто уберем Все встаем на старт, ребят Все встаем на старт Андрей Ага Так, давайте Так, надо решить Как кубик кидать Так, беру Р Тихо, 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 тихо Один Иди на старт Хорошо Я на старт Давайте следующий Давайте по кругу Андрей, кидаешь кубик на Р кидаешь Я хочу на флик кидать его Недавно на флик Три Три Все, тебе следующий кидаются. Кто у нас? Психоделик следующий кидаются. Три. Тоже три. Тоже. Так, ты мою пешку двигаешь, психоделик. Еще четыре. Вернее, пятерик. Пятерик. Иди на две клетки назад. Так, то есть мне надо три кинуть, я так понимаю. Пятерик тоже, но я с вами, короче. Андрей следующий. Так, или не кидал? Сейчас кидай. А, наверно кидаете? Да, можешь еще придать какое-то движение. Один. Давай. Во. Три еще. Раз, два, три. Иди со старта. А, нет, если ты попался со старта, я обратно. Я здесь тусуюсь. Да. Так, психоделик следующий. Один. Иди на старт. Три. Так, теперь я. Четыре. Раз, два, три, четыре. Ну, поставил, Игорь. Я звук. Вист, если бы попался со старта, иди обратно. Черт, ищи. Ну, он же не со старта попал-то. А, точно. Так, кто там входит следующий-то? Андрей. Точно? Андрей, ты кидаешь, да. Я кинул. Кидаю. Четыре. Раз, два, три, четыре. Подпишись. Че-то это какой-то как-то реклама играет. Ну да, это полная хуйня какая-то. Но мы вроде бы хотя бы понимаем, как что-то делать. Ну, ща мы разберёмся и пойдём. Я на старте стою. Психоделик нормально играет. На старте стою. Четыре. Раз, два, три, четыре. Так, понятненько. Я. Эй. Два. Раз. Андрей, не толкайся. Если зашёл сюда, это далеко. Я впечатлён. Класс. Короче, Хеймари, свою игру кто-то прокинул. Я так не знаю. Андрей, ты будешь ходить? А я хожу? Акидай. Алло, блядь. Шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Если ты пропустишь два хода, то можешь идти на четыре клетки вперёд. А что значит, если это предложение, блядь, или что? Да, короче, предлагаю сменить игру. Да. Так. В конце генфу мать. Давайте я прочитаю, что надо делать в этой игре тогда. Блин, мне не нравится, что звучки вообще никакой. Ну, это же невероятно скучно становится. Так, а где карсы вы с хуманите? Класс же здесь. Ухлёшь в паралимпийских играх. Так, а как там смотреть? Альт-шифт. Ага. Так, ребят, читаю. Общее. Давайте, внимание. Минуточку внимания. Общее. Перед началом игры каждый игрок набирает в руку по десять светлых карт. Случайным образом выбирается один игрок, и на этот раунд назначается карточным гуру. Гуру берёт тёмную карту, после чего зачитывает её содержимое вслух. Это может быть вопрос или вставь пропущенное слово в фраза. Остальные игроки, то есть запоминайте, давайте я тогда, чтобы попроще было. Остальные игроки определяются с ответом на вопрос или пропущенным словом, положив светлую карту на гуру лицевой стороной вниз. То есть, короче, вы из десяти карт выбираете одну, которой вы хотите ответить, я так понимаю. Карточный гуру перетасовывает полученные карты и оглашает результаты скрещивания тёмной и светлых карт. Для полноты эффекта гуру должен делать это с серьёзным видом и правильной интонацией. Когда все как следует просмеялись и вставили свои остроумные комментарии, гуру выбирает наиболее симпатичный ему ответ и вручает его владельцу ту самую тёмную карту. У меня есть одно невропатическое расстройство, когда кто-то пытается объяснять правила какой-то настольной игры, я нахуй игнорирую всё вообще, что он говорит. Короче, рассказывай. Рассказывай сейчас, подождите, я вкратце. Давайте просто играть, лучше говорить, что делать. Хватит выкидывать карты! Сука! Кто? Тихо. Так, стоп, я член восстановил. Так, ребят, давайте для начала все успокоимся. Я уберу член с нашего стола. Ну, он вообще не мешал, я считаю. Давайте, каждому набираем по 10 карт. Не, не видел тут игру. С какой стопки-то? 7, 8, 9, 10. А ты уверен, что с этой стопки? 3, 5, 6, 7, 8. Я, кстати, за одни карты чёрные карты скинул. А, чё? Опа. Ты же нам говорил, белые, чёрные. Да, так ты нам чёрных накидал, алло. Отливы у вас. Это, да, это чёрные. Знаешь, что я с этими картами делаю твоими? Вот, блядь. Всё, секунду, всё, не двигаться. Так, поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Итак, дорогие друзья, рад приветствовать в нашем клубе «Карты против человечества». Итак, я ваш сегодняшний ведущий, и у нас первый раунд. Ознакомьтесь со своими картами и... Так, сейчас, секундочку, одну карту я себе возьму. И ответьте на следующий вопрос. Пропущенное слово. Держу пари, что у тебя есть ещё. Вы должны выбрать из десяти своих карт ту, которая вам кажется наиболее остроумной, наиболее интересной и наиболее подходит к этому пропущенному слову. Повторю, держу пари, что у тебя есть ещё. Так, я музыку какую-то включу. Сейчас, а то что-то вообще... Ещё положить на твою карту или... Да, положите свою карту, не перевёрнутой, на мою, и я потом буду переворачивать и читать. Ну, просто к центру, к центру положите. Так, держу пари, у тебя есть ещё. Так, сейчас, секундочку. Не знаю, у меня просто слово прикольное. Сейчас я... Блядь. Одну, одну прошу. Подожди, подожди. Так, это карта Собачкина, я так понимаю, от психоделика? Выбрали, да? Ну что ж, ребята, вскрываемся. Итак, первый. Первый у нас Андрей. Дырявый кандон. Держу пари, у тебя есть ещё. Спасибо большое. Неплохой вариант. Так, а как карту покрутить немного, никто не знает? Ну ладно, неважно. Плавленый сырок. Держу пари, у тебя есть ещё. Так, и Собачкин. Педофил, держу пари, у тебя есть ещё. Ну я думаю, в этом раунде все согласятся, что мы отдадим победу игроку. А зачем мне эта карта? Пускай она тут лежит просто. Ну это как очки твои. Ну да, но пускай она просто лежит вот тут где-то, не надо мне его. Да, хорошо, хорошо. Не говорите гуру, что где должно лежать. Так, следующий раунд. Следующий раунд. Внимание, вопрос. Вот о такой смерти я и мечтаю. Давайте, игроки, подбирайте свои карты. Дырявый гандон был бы, кстати, не плохой ответ на этот вопрос. В Таиланде отдых, секс-туризм. Такой смерти я мечтаю. А, всё, на альп можно приближать карту, ребят, если чё. Да, так мы поняли. Ну я только сейчас это понял. Ещё бы карту как крутить, было бы понятно. А там про кто? А, на колёсико, на колёсико, всё понял. Так, два игрока готовы, психоделик, мы ждём, мы ждём ваш ответ. Пропущенное слово, вот о такой смерти я мечтаю. А нам новые карты не выдают? Нет, выдают 10. Ну хотя я могу потом по одной выдавать. Ну давайте я вам по приколу ещё по одной скину. Зачем? Ну просто, чтобы больше вариантов было. Ну хотя ладно, давайте будем в следующем раунде не это. Психоделик, у вас время выходит. Всё. Отлично, отлично. Итак, в этот раз начинаем с Собачкина, вот его карта. И похотливый ослик, вот о такой смерти я мечтаю. Вариант Собачкина. Психоделик. Ой-ой-ой, 72 девственницы, вот о такой смерти я мечтаю. И Андрей. Так, Андрэд. Гигантский чипа-чипс. Вот о такой смерти я мечтаю. Дорогие друзья, ну, не знаю. Я отдаю Андрею, пожалуй, ещё одну. Оу-е-е-е-е-е-е. Достойный вариант, мне кажется. Хотя похотливый ослик близко, на самом деле, близко. Гигантскому чипа-чупсу. Вот. Так, следующий вариант ответа. Точнее, следующий вопрос. В новом сериале «Главная героиня» впервые столкнулась с пропущенное слово. Так. Собачкина ответа. Это моё, да. Ну, дай, пожалуйста, ладно. А, ну на. Впервые столкнулась, да. Так. Ждём лишь Андрея. С дырём. Так, начинаем этот раз с психодела. В новом сериале «Главная героиня» впервые столкнулась с своими гениталиями. Отличный вариант ответа. Собачкин. В новом сериале «Главная героиня» впервые столкнулась с... Соскид. Так. И последний вариант ответа «Дреда». В новом сериале «Главная героиня» впервые столкнулась с подвозить девчонок до клиники абортов. Так. Так. Ну, мне больше нравится... Наверное, вариант с... Нет, этот вариант не нравится, но мы отдадим чёрную карту Виталию. Ну, все варианты... Естественно, мой вариант был лучшим, просто не гожа три раза подряд давать уже мне. Да, да. Просто ещё плохо шутку прочитал ведущий, к сожалению. Новая героиня столкнулась с подвозом девчонок до клиники аборта. Прошу прощения. Да, ничего страшного. В мире погрязшем В пропущенное слово наше единственное утешение пропущенное слово. Но на этот, ребята, на эту карту вам нужно выбрать два. Две карты нужно выбрать. В мире погрязшем В. Наше единственное утешение. Так. И главное мне сказать, какая будет первая, какая вторая, ребят. Ну вот, которая ближе к центру первая. Давайте, которая ближе к центру будет первая. Извините, я вытащу вас. Погрязш. Тут есть, короче, это блокнот, ещё можно записывать. Так, вот у меня, значит, слева вот эта вот первая. Так, ребят, мы переносимся с вами в более интересное место, красивое. Блин, музыки вообще не хватает. Может, где-то найдём её просто и запустим на фоне? Я MonsterCat включил. Я ничего не буду включать. Так, давайте будем играть в церкви. Так, слева моя первая. Какая первая? Вот это, слева первая, справа вторая. Просто для меня-то стол перевёрнутый. Так, давайте начнём в этот раз с Андрея первого. Так, первая карта. И вторая карта. Итак. В мире погрявшем в мухолеже в Паралимпийских играх наше единственное утешение... Это нюхать клей. Неплохо, неплохо. Актуально, очень актуально. Так, я про клей. Так. Ребят, не трогайте, не трогайте. Так. В мире погрязшем в нацизме. Наше единственное утешение... Это холодильник битком набитый органами. Тоже неплохо. Неплохой вариант ответа. Так. И Виталий. Так, как-то места мало становится. В мире погрязшем в монетках. Наше единственное утешение... Это мытьё пупка. Я не знаю, но... Все варианты неплохие. Вот. Но как-то я не могу... Я не могу отметить, что... Во-первых, жизненно очень. Во-вторых, актуально. И весело. Поэтому это я отдаю Андрею. Слушай, а может, ещё карты накидаешь? Что-то мало... Да, мало. Да, давайте. Поскольку вам, игроки? Поскольку карты вам? Что, до сети? А у вас сколько? Шесть, да? Раз, два. Три. Четыре. Итак, дорогие друзья, ознакомьтесь со своими новыми картами. У нас у Андрея три очка, Психоделика ноль пока у Собальщики на одно очко. Итак, следующая карта. Отчего я воздерживаюсь? Подождите. Не вижу. Отчего я воздерживаюсь во время поста? Тоже очень актуально. Все воздерживаются. Один точка вверху, есть меню объекта, дальше раздел сундук. Выбирайте инструменты, и там будет MP3. Секунду, секунду. Парни, сейчас прочитаю. Зашафлить карты или заролить кубик. Многогруппировка, карты или фишек. Ф, перевернуть карту. В руке карты видишь, только ты точка. На таб можно ставить стрелочку. Короче, смотрите, объясняю азы игры. Спасибо за нато, аутяра. Вверху есть меню объекта, дальше раздел сундук. Выбирайте инструменты, и там будет MP3. В скобочках это должен сделать кекс. Управление. Р, зашафлить карты или заролить кубик. На G, группировка, карты или фишек. Ф, перевернуть карту. В руке карты видишь, только ты. На таб можно выставить стрелочку какую-то. Слушайте, я не понял, а где, про ящик еще, где MP3? Вверху есть меню объекты. А, вот, вижу ящик, а тут MP3. Все, понял. Так, а что у нас за вопрос? От чего я воздерживаюсь во время поста? Ну, давайте, пока я настраиваю музыку, вы там... Короче, неинтересный будет этот вид. Интересных нет. Айпот нарисовался, но вам придется что-то выбрать. Такое еще. Так, что тут у нас есть? Так, погромче, можно это сделать? Илья, ты не хочешь поиграть? Так, не трогайте айпод ведущего, пожалуйста. Алло! Ты что подсмотришь? Так, ребята, давайте перестань подглядывать. Это тоже неплохой ответ. Алло! Так, ребят, хватит, как в руке дальше. Ладно, все, все, все. Так, давай я тебе, знаешь, что? Я тебе один красный блок дам за неотвешение правил. Он первый начал. Вот он. Не-не-не. Так, итак, давайте перейдем к ответам. Первый будет у нас Психодель. От чего я воздерживаюсь во время поста? От тыканья пальцев. Ответ Психодела. Собач, отчего же воздерживаюсь я во время поста? От скидок на полутораметровый хот-дог. И Андрей, отчего же я воздерживаюсь во время поста? От оскорбления реврёзных чувств верующих. А давайте, знаете как, а давайте мы будем все вчетвером как-то отдавать голоса и в итоге кому как, кто больше голоса сказал, ну... Нет, давай ты лучше будешь. Каждый себе будет брать. Да, давай ты, ты, ты. Тыкать пальцем скидка. Слушай, а можешь потише сделать залупу? А в настройках можешь сам сделать потише эскейп. Да, да, я могу. Мп3 войт. Секунду, вы уйдите от моего мп3. Так, жал, нам понял. Вот так, нормально? Да. Отлично. Так, ну оскорбления чувств верующих, мне кажется, больше в тему. Да. Во время поста хотя бы воздерживаться от этого, это здорово. Так. Следующий вопрос у нас, ребята. Извините, профессор, но я не смог сделать домашку из-за... И вам предстоит, ребят, сказать, из-за чего же я не смог сделать домашку. В этой игре надо играть слепую, чтобы не знали, кто что написал. Ну, надо как-то сделать, да, анонимно. Так, что, Психодел и Собачкин уже готовы. Угу, сейчас, у меня два хороших варианта, сейчас я. Так и начнем. У меня тоже были неплохи. Мешай карты перед тем, как прочитать. А, да, давайте я буду перемешивать, и просто потом вы будете говорить, чей это вариант ответа. Так будет казаться более не... Все, я готов. Так, это твоя карта. Как ты будешь мешать? Так, а как там было как-то перемешать? Ну все, я уже запутался. Так, и поехали. Первая карта. Извините, профессор, но я не смог делать домашку из-за запаха старого башмака. Извините, профессор, но я не смог сделать домашку из-за подростковой беременности. Извините, профессор, но я не смог делать домашку из-за алкоголизма. Так, ребята. Ну все-таки алкоголизм или подростковая беременность? А, ну подростковая беременность чуть-чуть, мне кажется, поинтереснее, чем алкоголизм, потому что алкоголизм оболели многие, но я отдаю победу подростковой беременности. Да ты засудил, блядь! Ково! Я забираю тебя, я забираю. Так, МП-3шечка, оставьте покой. Сука, верни! МП-3шечка. Кто украл у меня карту? Андрей? Я не брал. Возвращаю вам, все в порядке. Так, следующая, следующая у нас карта. Что обычно тебя вырубает? Что обычно тебя вырубает, ребят? Так, а я пока посмотрю, что тут за объекты есть еще. Столы разные есть. Покерные фишки. Блин, тут реально в покер можно с нуля начать и нормально поиграть. Так, ребят, а я себе моего дракона поставлю любимого. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, не трогай, погладить можно, больше не трогай. А как гладить? Хочу гладить его. Так, все готовы. Я беру ваши карты. Так, оставьте дракона в покое, ребят. Так, как-то их перемешать можно по-любому кнопку, мне кажется. Так, кто переворачивает карты? Прекратите. Так, я в любом случае запутался уже, кто первый. Итак, что обычно тебя вырубает? Спрашиваем мы и ответ... Также одну карту. А, вот. И ответ игрока. Неминуемая гибель вселенной. Подходящий ответ. Я скажу, что очень смешной, но подходящий. Что обычно тебя вырубает? Это просто отсорство. Да, такое тоже бывает. Особенно, когда внезапно он возникает. Что обычно тебя вырубает? Жиза. Пишут на R шафлить. На R... О, так. На R? Да. Что-то... Ага, шафлиться. Боже. Так, ну, тут у нас два претендента на победу. Я думаю, спорить мало кто будет. Стояние в очереди и вопрос отцовства. То есть две жизы. Одна более жизненная, другая менее. Вырубает. Но все-таки стояние в очереди, я считаю, победило в этом раунде. Чей это был вариант? Ой. Поздравляю, Психоделс, с твоим первым очком, первой твоей черной карты. Итак, следующий вопрос у нас, дорогие друзья. Чем маняют старики, ребят? Провокационный вопрос. Надеюсь, ничей дед не смотрит сейчас наш стрим. Никто не оскорбится. Я пока поиграю со своим драконом. Так, все готовы. Не, я не знаю. Виталий? Ты что-то переиграл, но с ним. Ладно. Так, Виталий, подготовился на контр. Да что-то вообще нет нормальных. Такое бывает. Ну ты еще закидывай нам. На шартифки. На R шартифки, Джейн. Оп, оп, оп. Кручу, верчу. Так. Чем же маняют старики, по мнению нашего первого игрока, чистейшим коксом? Это где-то в Америке, наверное, или в Мексике, скорее. В Колумбии. Чем маняют старики? Чередой нововведений. Наводнений, нововведений. А, наводнений. Прошу прощения. На Альф вы смотрите, да? Я просто... Да. Я пытаюсь прочитать так, издалека, на Альф мне тоже нажимает. Сарики воняют багажником. Ну, я думаю, тут багажник полный трупов побеждает. Хотя, я прошу прощения за то, что я так посчитал, но я... Я просто издалека пытался это прочитать. Не знаю, кто в багажнике. Мой багажник. Ага, психодел начал выиграть, знаете. Может быть, до этого потасовка была? Так, давайте по паре карт еще вам закину. По три. Давайте по четыре. Надо отменить ведущего, ребят. Я могу это сделать. Так ты мог себе что-то раздавать. Гуру должен меняться... Альф плюс колесико. Все, понял. Гуру должен меняться, а карта восполняется каждый раунд. Все, понял. Давайте, Гуру, тогда каждый раунд у нас новый будет. Хорошо. Давайте я себе карта тогда. Раз, два, три. Ты себе раздаешь. А как тебе, Алексей, взять? Выделять. Как обычно. Ага, понял. Так, все, ребят. Давайте кто вот, Гуру, вот карта, я его руководитель. Кто-то один сейчас. Ну давай. Почему я потный? Почему я потный? А как смотреть карты? О, слышите, DKM17818, скобочка 9, 9 занатил от помощи в игре. Как говорил предыдущий донатер, карты в руке у тебя, видишь, только ты, выделив все свои карты. А, можно все выделить и нажать F? Все выделить? Да. Ой! Чего нажать там надо? Чего нажать? F. Так, а какой вопрос? Почему я потный? Почему я потный? Спасибо тебе за нас, кстати, DKM17818. Господи, у меня слишком много хороших вариантов, наверное. А ведущий не это, не дает свой вариант, правильно? Нет, ведущий будет потом отвечать, что ему больше понравилось. Почему же я потный? Блин, знал бы я, кто вот этот человек. Андрей, бы я спалил немного. Я спалил? Да, мы видели. Да, все видели. Но я не успел прочитать там, далеко слишком. Так, ладно, я свой дал вариант. Все, психодел остался. Сейчас, нет нормальных вариантов. Или, блин, или вот этот. Не, ладно, вот этот. Ладно, вот этот скину. Прикольно, можно лампово сидеть, так знаете, ребят. Так, ну и что? А как одну карту взять? А как-то хватай их, там как-то получится одно зацепить. Все, понял. Почему же я потный? И... Ну, че вмешаешь? Рэкет? Ну... Ладно. Почему я потный? Фистинг. Неплохо, неплохо. Почему я потный? Мешок волшебных бобов. Нет, ну тут просто скинули карты. Нет, ну мне кажется, тут безоговорочная победа фистинга. Спасибо, ребята. Да вы просто убирайте смешные слова, даже не задумывайтесь. Вот что значит, когда гуру начал играть. Все, давайте теперь психодел ведущий. Нет, давай я, давай. Ну ладно, пускай психодел. Но ты после психодела будешь, по карте раздай только каждому, еще по одной. У меня вообще много вариантов нормальных. Блять! Ну, впиздилось, короче. Вы просто выбирайте смешные слова. Надо же как-то... Так, пропущенное слово. Им нравится детям, а это нравится детям одобрено мамами. Блин, ну я бы сейчас такой вариант ответа скинул. Ужас, ужас. У меня есть... У меня есть топовый вариант ответа, что я не могу сейчас скинуть. У меня есть более, конечно, приличные ответы. Блин, мой бы фистинг бы сейчас сюда, ну ладно. Так, че, все, да, готовы? Вот, я свою карту кладу. Там надо прям точно положить, чтобы они соединились. Да, ровно. Досик открутить. А, не, смотри, так нормально. И на... С выражением давай. Так. Дымящийся каос нравится детям, это одобрено мамами. Ничего. Правда, потом. Жарящийся каос нравится детям, одобрено мамами. И последний вариант. Инструация нравится детям, одобрено мамами. Блин, сложно. Ну, я думаю, зависть к пенисам побеждает. А, легчайше, легчайше. Ну, все. Я хотел просто выкинуть смешное слово, у меня был дымящийся кал. И вы такие, ха-ха-ха, как смешно, дымящийся кал. Но там было про пенисы и про менструацию, так что точно не пошло. Давай, Андави, теперь ты ведущий. Так, поехали. Тихо, тихо, блядь. Я ведущий. Руки все за стола, блядь, убрали. Алло, алло. Все, 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 простите. Так, карты взяли, да, все? Да. Итак. Господа игроки, внимание, вопрос. Так, секундочку. Как мне одну взять карту? Ну, тыкай, тыкай. Ну, взяли одну карту. Я такой беру ее, смотрю. На F перевернуть. Тайное увлечение Бэтмена. Время. А нам по новой карте раздать? Да, да, да. Как карта? Блядь, почему я все сразу выберу? Я, 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 я раздал карту уже. Почему-то я сразу... Я готов. Давай, Андрей, если тебе нравится быть ведущим, ты можешь хоть все раунды вести. Сейчас посмотрим. А, ведущий, а можно музыку или нельзя? Включайте. Нет, сейчас выключить музыку. Как выключить ее? На плеер. Ты плеером пользоваться не умеешь, что ли? Вот тут включать, да? Все, пульт мне тогда. Так, все готовы. Особых интересных не было, ну да ладно. А как перевернуть его? Колесиком крути. Ага. Ну все, все варианты. Все, варианты есть? Да. Отлично. Итак, варианты, пожалуйста, в центр. Я их сейчас соберу. Ой. Так, значит, как их это вместе сложить? Ну просто друг на друга кладешь, а потом на R перемешиваешь. На R перемешиваем, так. Перемешиваем варианты. Итак, внимание, вопрос. Тайны увлечения Бэтмена. Вариант ответа номер один. Убери свою руку. У меня это... Убери руку, блядь. Сука. Так. Я посмотреть хотел. Почему она не берется? Так. Значит, хорошо. Тайны увлечения Бэтмена. Пропаганда гомосексуализма. Отличный вариант. Отличный вариант. Это и есть тайны увлечения Бэтмена. Отлично. Вариант ответа номер два. Пальба вслепую. Да почему, блядь? Ты потому что все. Ты по одной бери, переворачивай одну. Так, значит, пальба... Так, карточку вернем, может быть. Алкоголизм. Пальба вслепую все равно проиграла. Не суть. Плохой вариант вылез. И последнее тайное увлечение Бэтмена – это совращение малолетних. Итак, ну хорошо, вот два выбора – совращение малолетних и пропаганда гомосексуализма. Ну не знаю, оба ответа очень уморительных, конечно. Так, ну давайте подумаем. Совращение малолетних и пропаганда гомосексуализма. Ну, наверное, все-таки совращение малолетних. Потому что пропаганда с гомосексуализмом я не согласен. Потому что там была все-таки женщина-кошка. Как бы совсем не то. Хотя Бэтмен часто тусит с Робином. Тут тоже немножко... Да, да, да. Ну это же тайное увлечение. Он наоборот на людей... Нет, все-таки пропаганда гомосексуализма, ребят. Кто это? Чей вариант ответа? Так, пожалуйста, пожалуйста. А, держи. Нет, что-то другое тебе надо. Черт, по карточке. Так, давайте еще попробую, значит. Пока включаем музычку. По карточке можно? По карточке. Раз, два, три. Итак, вопрос звучит так. И да наступит конец, и да померкнет свет, и снизойдет на землю ваш вариант ответа. Есть толпой вариант. Блин, у меня есть два варианта неплохих. Вот этот... Засрочно ответил. И вот этот. Это как бы постарше. Товарищ ведущий, вот у меня есть два варианта ответа. Какой выбрать? Для людей постарше или для людей помладше выбрать? Кирилл, вы можете выбирать тот вариант ответа, который нравится вам. Но я не могу решить. Нет, нужно делать именно так. Ну ладно, ладно. Хотя... Ну вот это поинтереснее, ну я думаю, ну ладно, вот это. Так, мы готовы? Да. Отлично. Значит, ваши карточки в центр. Вот это, вот это, вот это. Ну и как мне мешать это дело? Ну ты их сложи нормально, аккуратно. Что ж ты их бросил-то? Не складываются. На колесико крутить? Давайте я сложу вам, господин ведущий. Посмотрите. Ты что, задор? И да наступит конец, и да померкнет свет, и снизойдет на землю... Стой, одну карту возьми сначала, да? Блядь. Сука! И да наступит конец, и да померкнет свет, и снизойдет на землю хуй пизда джигурда. Отличный вариант ответа. И да наступит конец, и да померкнет свет, и снизойдет на землю гитлер. Ой-ой-ой-ой, ну тоже, тоже очень уморительно. И да наступит конец, и да померкнет свет, и снизойдет на землю гуси. Так, ну, честно говоря, я больше, наверное, за гусей, ребят, за гусей. Гуси, чьи гуси? Мои гуси. Гуси, психодел разъябывает. А вот с Гитлером, кто с Гитлером? Я с Гитлером. Уволен, уходи отсюда. Так, ладно, хорошо, следующий вопрос. Карта раздай. Картонки. Картонки, вот ваши картонки. Почему он берет все сразу? Хорошо, вопрос следующий. Что помогает Обаме развеяться? Что помогает Обаме развеяться? Так, а как там? А, shift. После этого я тоже хочу поиграть немного, так, музычку пока. Мы готовы, вроде. А, нет, сходилось. Готов. Так, готовы? Отлично. Это моя фигурка, на счастье. Отстань, отдай. Так, это что у нас? Это тебе. Окей. Что помогает Обаме развеяться? Первый ответ. Секс-чат. Отлично, здорово. Аплодисменты первому игроку. Второй вариант ответа. Что помогает Обаме развеяться? Ответ. Отсталые страны. Тоже очень интересно, очень смешно. Здорово, здорово. Спасибо большое. Аплодисменты нашему игроку. Что помогает Обаме развеяться? Вариант ответа. Глисты. Действительно, действительно, блестяще. Все три варианта ответа великолепны. Секс-чат мы убираем. Нам это не интересно. Так, секундочку. Может, корзину какую-нибудь сделать? Справа мусорка. Я хотел бы выкинуть просто. И остаются два победителя. Клисты или Отсталые страны? Да, вы знаете, я думаю, Отсталые страны это самый уморительный ответ. Кто? 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 Это мое. Мое. Отличная работа, Собачкин. Так а их выкидывать же надо. Да, да. А почему тут нет какой-нибудь? Я не знаю. Все, я вам сдаю по одной картишечке. И давайте теперь вы. Работайте. Кекс. Чего? А, я есть? Все, все, понял. Блин, а почему они возвращаются? Я же их выкинул. Так, ребят, хватит шалить. Сейчас мы сделаем все. Так можно стопку сделать удобную. Мы, кстати, в церковь играем, ребят, если что. Я уже удалил. Да, я поставил церковь, если вы только сейчас заметили. Мне это очень жаль, потому что я старался. Так, итак, дорогие друзья. Что я привез из Мексики? Вопрос. Наш вопрос. Дайте мне мой айпад. Блин, а интересно, есть какой-нибудь будильник с таймером или того? О, отличная музыка. Так, психоделик у нас готов. Готов. Андрей и Собачкин тоже готовы. Давайте ваши карты сюда. Так, ребят, хватит играть с красным кубиком. Итак, дорогие друзья. Что же привез из Мексики наш первый игрок? Убрать кубики! Сука! Всем, я, я сейчас. Что привез из Мексики первый игрок? Отжирение он привез из Мексики. Отжирение. Ну, жиза, жиза. Что привез из Мексики второй игрок? Нац-меньшинство. И что привез из Мексики третий игрок? Зелье воскрешения. Ага. Сука! Кто это сделал? Просто, блядь, после этого ответа нахуй! Нахуй, блядь! Овчайчик не написано. Охалай, махалай! Оба, стол возвращай! Так, кто это сделал? Овчайчик не написано. Я не знаю. Ну, чё это за ответ такой, блядь? Или воскрешение? Вы же издеваетесь нахуй? Так. И значит, у нас есть вариант ответа. Из Мексики... Ну, ожирение побеждает. Чей-то вариант ответа забегает. Легчайшая, легчайшая. Так. И я раздую по карте, и следующую игру у нас ведет... Субачки. Блядь, это хорошо. Города ебывается, я вот сейчас добавлю в конфу, чё там ходит. Это ловушка. Знак вопроса, это ловушка. Знак вопроса, это ловушка. Так, а кто выиграл в прошлый? Я выиграл. А с чем ты выиграл? Ожирение выиграло. С ожирением. Ожирение? То есть, вот это смешно, да? Ожирение. Я привез из Мексики. Очень смешно. Хорошо, блядь. Алло. Алло. Здорово. Здорово. Привет. Андрюх. Андрюх. Тут как бы этот, перформанс один подъехал. Какой перформанс? Ну, касательно твоей просьбы. Какой просьбы? Вот одной, недавней. Какой недавней просьбы? Ну, короче. Ща, опять сек, подожди. Что ты делаешь, Жеран? Делаешь, Жеран. Чё происходит? Не знаю. Это что он делает. Ой, блядь. Жор. Так, подождите. Блин, сейчас мы перекусим. Ваш ответ, Андрей. Щас. О, секунду. Тут можно кастом этот фон. Чё. Вот это пускай будет. Блядь. Жора ботов-то крутил, что ли? И что это за хуйня? Это теракт. Тут реально можно панораму, короче, включить. Все орут, а, потому что это бот или в чём? В чём дело, Жеран? Объясни, я ничего не понимаю. Это просто перформанс лёгкий. Перформанс картишки. Мы приметяемся на улицу. Хорошо. А как ты это делаешь, Жеран? Мне даже интересно стало. Ну, я видел это уже, собственно говоря. Ну, вот так. Да бот и Жора, наверное. Наверное, бот и Жора. Наверное, да. Ох уж эти боты. Андрюха, пойдём в лес играть? Нет, никаких лесов. Мы тут играем с ребятами. Я не буду их кидать. Ну, ладно. Ну что, у нас будет? Так, ну что ж, переходим к игре. Итак, первый вариант. Удом... Как это прочитать-то? Удаление камней из почек? Удаление камней из почек? Это ловушка. Там же вопрос. Хорошо. Глубокая глотка? Это ловушка. И усыпляющие воспоминания стариков? Это ловушка. Ну, слушайте, по-моему... Глубокая глотка? Конечно! Это же очень смешно! Глубокая глотка! И так смешно, блять, просто... Всё, блять. Я в рейджа. ГГВП. Хорошо. Удаление камней из почеки. А, ты кекс ломал! Слышь, смешно! Чё, можем другую игру попробовать? Давай другую. Согласуй. Эволюция какая-то есть. Ну, это надолго и нужно разбираться, на самом деле. Тут пища всякая. Какие-то животные едят других животных. Тебе нужно есть. Пытные карточки. Пельмени какие-то лежат. Аркхем-хоррор какой-то есть. Тут тоже... Файлы, это лоут имидж файлы, это чё-то. Сейчас, всё загружается, видимо. Это чё-то очень надолго, судя по карточкам. Хотя... А у всех белый стол. Угу. Но он, видимо, не прогрузился как-то. Какие-то карточки стоят. Ну, можем какие-нибудь классические, типа. А тут есть классические карточки. Классические, я вижу, все знали. И мне надо было разбираться. Долго. Сейчас. Ну, вот такое есть. На четверых? Так, на четверых классических я не особо не... Кстати, а есть, знаете, с кубиками... Ой, с кубиком. Вот это. Это что такое, кто-то в курсе? Нет. Нет. Но мне уже нравится. Это же какая-то прикольная игра, можно... Я выиграл. А мы можем просто в казино, например, посидеть? Надо просто нажать и тащить, если будешь удерживать. Тут есть гольф, кстати. Маджонг есть, все-таки Маджонг. Так, чтобы взять одну из... Не забывай. Чтобы собрать карты в стопку, можешь выделить... Во-во-во, вот она, вот эта карта. Сыграю в Манчкинг Фоллаут. Тут вроде как... Короче, Кекс, ты можешь хостануть в Манчкинг Фоллаут? Могу, но мне ссылка нужна на него, найти надо. ДКМ-то можешь замутить ссылку в чат ее закинуть? Кекс все сделает. Спасибо за донат, кстати говоря. Сейчас попробую найти. Еврейская заряжда. Ой, я в воздухе как этот самый айршот делал сейчас. Вот так подкинул и... Подкинул и... Жестко. Фоллаут Монополия? Манчкин Фоллаут. Мне кидает на Фоллаут Монополию. Так, сейчас. Слушайте, а может тут бильярд есть? Еще одна Фоллаут Монополия. Кстати, ребят, мы очень-очень хорошо используем эту игру. Секретный Гитлер или Шериф Готтингема? Топовые на 100, как говорят. Секретный Гитлер уже нравится. Хоть бы кто ссылку кинул, а то я даже... Мне это, в принципе, нравится. Сейчас, внимание, ребят, скилл. Сейчас будет скилл. Готовы? 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 Давай. Да. Игра для настоящих мужчин. Что-то никто ничего не закидывает. Ну сейчас, подождем. Вон, ДКМ скинул. ДКМ 1788. Фоллаут Манчкин, все вижу. Фоллаут Манчкин, подписаться. Так, ну давайте посмотрим. Ёпт моё. Вы готовы, дети? Пьерки. Левая рука, правая рука. Ну, Фоллаут Манчкин есть, Манчкин, в принципе. А что такое Манчкин? Ну, короче, это РПГ. У тебя есть персонаж, класс. Вот. Класс, раса. Блядь, это объяснять, как же это долго всё будет. Ну, я примерно понимаю, мы один раз сыграли. Так, подожди, как мне. Вот, допустим, класс. Почему я не могу смотреть на карты эти? Тоже не получается. Вот, вот, получилось. А как, прогрузились они у тебя или что? Нет, ну я просто приближаю. Соответственно, шмотки на персонажа. Ну, перки, это, видимо, перки. Так тут карты все одинаковые. СП. Что такое СП? Спалл Пауэр. Видимо, да, какая-то билка. Так, Т-51 Армор Шлем, что это такое, блядь? Это просто фишечка. Ладно, что есть, да, Фоллау. Не, ну игра, видно, качественно сделана. Это, значит, Левел Ап. Танчики, танчики. Значит, берем одну карту, по идее. Блядь. Пристаньте карту. Берем одну карту, переворачиваем. Это, короче, появляется монстр, по идее. Вот, появляется монстр. Девятый уровень. Нужно иметь определенное количество урона со шмоток в руке, чтобы его убить. Нужно, типа, девять. Даже больше, чем девять. За него, если ты убиваешь, получаешь три сокровища. Вот. Есть какие-то непотребства. Это, соответственно, если ты въебываешь, что тебе будет. Тебя заключил в рабство. Сбрось броник, головник. Короче, вот эти вот всякие минусы, если ты его не убиваешь. Вот. Это как же Левел. Бля, ребят. Ну, это... Ну, если ты убиваешь монстра одного, ты получаешь Левел Ап. Или если берешь карту с Левел Апом. Ну, это так, сука, долго сейчас будет разбираться во всем этом. Можно попробовать поиграть, типа, посмотрим, что из этого получится. Объяснять все правила просто на слух, это полное дерьмо. А по сколько раздавать надо? А тут нету случайно где-то описаний, там, правил и так далее. Хотя бы как начинать, сколько раздавать реально. Что, манечки, ну-то они разные, по идее, бывают. Не все они одинаковые. Вообще, по идее... А что тут за таймер какой-то? Шесть карт, вроде, это максимум, сколько ты можешь держать в руке, в закрытую. Остальные выкладывать на стол к себе. А что тут циферки тут? Кстати, где руку на стол? Циферки, это, скорее всего, Левел. Первый Левел, второй Левел, третий. А мне вот, нам надо там... Девятый максимальный, десятый ты выиграл, типа. Вот, Андрей, я у тебя тыкаю их. Зачем ты у меня тыкаешь? Подожди, что там? Что ты мне тыкаешь? Циферки, вон, 13-0. А, ну это, вероятно, ты количество урона себе выставляешь, которое у тебя есть, чтобы это самое... Чтобы удобнее было. Кстати, нормальная тема, вроде все реально удобно. Так, тут еще Донателло взлетает от ДКМ. Есть перки, двери и сокровища. Берешь по четыре двери и четыре сокровища. На каждом четном уровне берешь по три перка и выбираешь один. Окей, понятно. Короче, по четыре двери и четыре сокровища. Это, соответственно, вот эта вот хуйня, это, допустим, дверь, а это сокровище. Одно из двух. Это сокровище, а это дверь. Да, это дверь, а это сокровище. Короче, надо по четыре штуки набирать. Пошафлите там колоду. Так давай, Андрей, раздавай все. Давай, раздаю. А, это что такое? Раз, два, три. А, это перки. Четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Надо музыку, наверное, какую-то. Ой, извини, Кирилл, не попался. Ага, ага. Короче, смотрите. Соответственно, ходить... Когда ты ходишь, ты просто открываешь дверь. Допустим, давайте я хожу. Я открываю дверь, да? Такой, открыл ее. Хуякс. Такая, ты не хочешь одеться вначале? Ну ладно. У меня нечем одевать. А, ну потом, неважно. Ловушка-перегруз. Чтобы облегчить свою ношу, сбрось три любых шмотки. Чё, блядь? То есть я сразу как бы в дерьме, да? Ну, это мой уровень, да, всё нормально. Сейчас посмотрим, что у меня есть. Так. Ну и тут, соответственно, стоимость и так далее. Короче, мне нужно скинуть, что, блядь, четыре шмотки? А три любые шмотки. Отлично. Значит. Хорошая штука вроде. Ну вот, допустим, раз я сбрасываю. Так стоп, а напарники где тут? Ну вот, короче, реально надо засесть, короче, на выходной с пивком, с пельменями и сидеть играть. Так на скорую руку не получится. Да, если вы не знаете правил Манчкина, то учитывая все эти новые карты, это будет очень сложный долг. А левел, я так понимаю, это вот шлем у вас по центру на доске. Ну да. Левел, ты можешь выставлять себе. Ну, допустим, да, у меня условно один урон с левела моего. Допустим, я беру себе... Так, это не могу использовать. Это на драку подкидывать. Ну и, в принципе, больше нихера у меня нету. Вот у меня один урон. Мы можем помочь тебе, допустим, убить просто... А, у тебя ловушка. Мне нужно навыкидывать дерьма. Ну, короче, окей. У меня, в принципе, только четыре шмотки есть. Допустим, я вот это выкидываю. Пусти на сервак. Я буду правила... Тут у нас заброс специальный есть. Это столько денег, чтобы все рассказать. У меня не будет издать. Пусти на сервак, я буду правила... Ну, как ты будешь объяснять? В чате или где? ДКМ. Я-то могу, конечно, пустить. Как это сделать? Как его пустить на сервак? Ну, пароли ему надо сказать, наверное, все. Ну, надо. А есть у кого-то ДКМ в друзьях? Конечно. Ну, ГГ тогда, получается, если нету. Манчкин фоллаут-правила мне скинули. Ё-моё. Ну, это я не смотрю. Да. Да, нет. Вообще, если он зайдет и будет нам что-то объяснять, то мы сможем сыграть 100%. По сути, эта игра достаточно... Манчкин не такая сложная игра. Манчкин, да, не сложная игра, а достаточно веселая. Ладно, слышите, мне нужно, ребята, отойти в одно место очень быстро, на 30 секунд буквально. Можете попробовать как-то с ДКМ разобраться? Наладить связь там и так далее. Пустить его в игру. Так напиши ему пароль в личку. В друзья в стиме. Ну, давай, добавь меня. Ты все равно там предлагал, чтобы... Ну, в очко вот это вот все. Я-то помню, как бы. Мы, вот видишь, играем с ребятами. Я тоже отойду тогда быстренько сейчас. Добавь меня в стиме. И, да, сейчас приду, посмотрю. Ну-ка, не ворой. Можем карты у них глянуть. Короче, ладно. Вообще не понимаю, что тут делать. Ну, я бы объяснил, но текст тоже это. Отошел. Да не, это простая игра, на самом деле. Там сложности в картах, именно там, на картах описания сложные бывают. И много всяких фишек. Крышечки. Ну, это просто валюта, типа, фоллаутовская. Ты можешь продать эту карту, правда, я не помню, как это делается, но как это можно. А, вот здесь выбор первый. А, лол, это, возможно, валюта там считается. А чё мы? Ну, где валюта тут показывается, сколько у тебя? Ты помнишь вообще, как там с валютой? Ну, вот карты, допустим, стоят сколько-то, да? А, там набираешь на какую-то сумму, и можно за один левел вроде всё сбросить, да? Или как там это было? Андрей, помогай. Сейчас, секунду, письканавто добавлю. Что ты хочешь, как я могу помочь тебе? Ну, смотри, там набираешь на какую-то определенную сумму шмоток, и ты можешь их скинуть и получить левел вроде, да, за это? Да, на тысячу, по идее. Так, ДКМ, слышишь, какой твой никнейм? Или не добавился ни хера ещё? А, вот, вижу, вижу. Так, добавлено, окей, пароль надо тебе сказать. И бошил онлайн. Вроде скинул. Только каким образом ты собираешься нам объяснять правила? Голосом? Или как? Если голосом, то лучше в скайпе, соответственно. Да, кстати, никнейм такой себе, реально. Так. Да, короче, надо научить вначале одеваться людей, а не драться. В чем смысле одеваться? Ну, в прямом, как одеваться. Ты же оделся. Ну, я умею играть в Манечкин, а кекс с психоделиком вообще первый раз. Ну, да. Ну, это же супер просто. Левая рука, правая рука и так далее. Карту туда класть. Там прям на картах все написано, все описание. Сколько она ворона дает, во что она одевается. Что-то там с чем-то не стакается. Некоторые карты можно на стол выставить, допустим. Условно, я беру вот это вот на стол, все кидаю карту, и вы ее видите. Применить в любой момент на любого игрока. Манечкин, на которого сыграна эта карта, прочесывает сброс. Первые три радиации, которые он найдет, срабатывают на него. Как работают радиации, понятия не имею. Либо применить вместе с картой радиации, тогда никакая защита от радиации не будет работать. Розовая шмотка. Как это работает, понятия не имею. Ну, просто это Fallout мод, поэтому непонятно, что такое радиация вообще. Это, видимо, для больших любителей Fallout'а. Ну, радиация, радиация, очевидно, ебет в рот, типа, что-то с тобой делает. Но ловушки тут есть отдельно, ловушками. Добрый вечер. Добрый вечер. Привет. А ты играл пускай на саду? Да. Там по радиации, там кидается ролл. Если шестерка выкидывается, тогда ты спас. Если меньше, то ты получаешь этот эффект. Эти шмотки могут избежать эффекта радиации. То есть повысить шансы. Понятно. ДКМ пишет у нас в фулл сервак. Кекса, ты можешь расширить сервер? Вот, четыре слота на сервере только. Мы можем зайти. Game Options. Options. Так, сейчас посмотрим. Ну, возможно, надо будет выйти. Ну, давайте заново стартанем. Загрузилась вроде чё-то. Угу. И халлаж коннекшен. А я пароль потерял уже. Я всё нашёл. Создал. На большее количество людей. Тут можно даже сохранять и потом доигрывать. Ладно. Так, ну чё, залетайте. А ты какое название сделал? Всё то же самое. Но Fallout в манчике на четыре человека, скорее всего, пригодится сохранять и доигрывать. А чё, обычно один на один играют? Ну, просто в четвером очень легко подсирать. Чем больше людей, тем больше возможностей засрать кому-то выиграть. Ну да, обычный манчик, я не знаю, как относится в Fallout к обычному или так далее. Так, что значит навалить пароль? Что за дерьмо? Обычный манчик втроём, в четвером играет часа два, наверное. Тут немного различий. Тут только спутники вместо расы. Вместо проклятий ловушки и радиация. На шмотке есть модификации. И если в обычном манчике, это когда шмотку снимаешь, ты её должен скинуть, то тут можно её положить в инвентарь и обратно, сколько угодно раз. Что? То есть ты снимаешь шмотку только на бой, получается? Нет, ну получается, ты можешь, когда во время боя ты одеваться и раздеваться не можешь, но вне боя ты шмотки можешь положить в инвентарь и обратно, сколько угодно раз. Если в обычном манчике ты себя только сбрасываешь, то тут можно в инвентарь ложить. Ясно. Вроде бы. Ладно, на примере будет попроще, наверное. Так, что, надо сесть на стул? Так, окей. 40 карты. Вот это что у нас получается? Это левелапы? За что-то ты получаешь с них тоже. Да, левелапы это. ДКМ там не пишет? Ничего? Ничего вроде не пишет. А что за сброс вон 2%? Ну, сбрасывать вот эти карты. Там просто есть всякие карты со сброса брать. Всякая такая ересь. После того, как карта разыгрывается, они соответствующий сброс. Для каждой колоды свой сброс должен быть. Есть механики, когда вы из сброса прочесываете, берете себе что-то. Ну, либо просто, когда колода кончается, то сброс перемешивается, и начинается заново. Короче, Филс Бернад. Блядь, давайте добавим его в скайп, пускай он будет ведущим. А мы будем сидеть и нихуя не делать. Идеально. Так, сейчас. На самом деле, скорее всего, скорее всего, это даже будет еще... Хотя нет, в этой игре больше экшена, чем в героях. Тут реально много рофлов, как правило, идет, когда ты начинаешь подсирать кому-то и так далее. Сейчас я добавлю ДКМ в скайп. И поедем. Включи пока музычку, Кекс. Ча, врубим. Стерео! Давай... Давайте каждый по иподу себе разобрал. Одновременно можно все включать? Ой, спасибо, Кирилл. Давайте все одновременно включим. Я что-то брать не могу, айпод. А почему не работает ВТФ? А ты не выбрал песню, наверное. Ло, блядь, не ломайте мой айпод. Не знаю таких. О, магнолия. У меня магазин рядом, магнолия есть. Короче, слышите, но все включать АТЗА очень здорово. Ну, каждый свою, каждому же свою хочет. Бля, давайте один просто включить, кто-то и все. Как эти сломать, выкинуть там и убрать? Не знаю, отделит может. Делит не работает. Пись-канав, ты знаешь? Сломать и выкинуть может только хост. Хост. Ой, что творит? Он ломает и выкидывает. Найс. О, один остался. Пользуйтесь, работяги. Кто он... Блядь, один кто пользовался. Кто у нас будет диджеем? Ведущий. Не, ведущий живет. Я? Ну, включите хоть что-нибудь уже. Хватит. Достаточно. Подожди, дайте почитать, что тут есть вообще. Попса хочу. Так. В самом верху попса было. Локидей. Алло. Добрый день. Блядь, а потише можно как-то? Локидей. Смешно. Смешно. Как это так громко? Че-ка? Как так громко? идет вот так чуть оставим алло дкм здравствуйте привет да ты будешь хостом ну давай смотри берем 4 вот этих вот и 4 вот этих вот берем и я думал тут у нас другие правила смотри мне не не стоп ну какой берем нам нужен хвост который все будет сам раздавать а ты просто не курсором на колоду нажми 4 чипать еще 4 получилось я взял 8 убрать береги я могу их выкинуть например так убрали хорошо вот это жестко было только что вот с четверочками сильно было да я тебе пытался это объяснить не понял я не да не понял слушайте госток и молодой я думал ты старик я думал типа 30 под 40 мне 17 лет понятно так ну продолжай возраст не указать смотри ммр у вас есть сокровища вы можете вставлять их по слотам допустим у меня есть броня вот и вот слот для брони нет это можно сразу вопрос да вы было в свой ход только или в любой можно в любой ход все я ловила три сокровища это после мародерства то есть если после смерти у меня есть короче винтовка которая дает бонус плюс 3 для рейдера я рейдер или кто я рейдер это класс ты не можешь надевать вещи для вас так почему ты можешь положить шмотку в инвентарь слышу применять ты можешь применить шмотку надеть на себя только когда ты рейдер но ты можешь положить я себе в инвентарь чтобы она у тебя в руке не занимала слот да да у нас могут ее пиздить вероятно но ты не можешь класть двери только сокровищем а то что кирилл спрашивал по поводу сокровища это скорее всего него карта монстра а снизу справа написано награда в количестве сокровища за него это все класть в руки у тебя есть рука и есть рюкзак то есть видишь у меня в руке да так слышите гайз я тоже ловила поиск как мне карту это заязает андрюх так стоп давайте не будем говорить три голоса что ты говоришь дкм мне сказали что у тебя есть класс рейдер посмотри там написано прям рейдер да ггвп клади сюда в класс перетаскивать да и можешь надевать свою пушку так пушка в оружие вот себе руки так и у меня того получается один я получил с левела урон ёб твою мать какое же управление пока ебаная один с левел 3 с пушки это хлам то есть хлам вы можете поменять на другое сокровище только если вы поменяли хлам на хлам то вы не сможете менять обратно сокровище так а куда кидать если поменьше да вот тоже в любой флот или в свой то есть сокровище у сосу сокровища есть свой брос у дверей есть свой спрос а хлам в любой момент можно скидывать только свой ход любой а стойкости к монстру куда это кидать это во время битвы так ну чё погнали ебурится расставились не расставились я вроде разобрался но я видимо только одну пушку только одевал второй левел у меня второй левел у меня второй левел тоже взять три перка а как вы второй левел определили три перка беру три перка смотри кирилл видишь карта получил уровень они получили уровень и получили второй левел карту получил уровень это у них карта ну да 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 них было все получало перки вставляем сюда максимум перков 2 на есть карта я взял три сколько могу использовать там вроде 1 сбросить 1 1 оставить оставить сбросить да так один капец тут много читать оказывается игра довольно таки интересно так окей но я знаю что я значит беру ребят в моих жилах течет воровская кровь где хороший перк где-то вот вот он перк отлично все а эти надо выкинуть а монстры и ловушки это что с ними что делать сейчас ну давай во время игры уже так воровская кровь есть шансон нас на плеере слышите начнем да давайте определим кто первый подходить можете кубик бросить курсор на рубик и ой на кубик и на р шахлет стык а у меня один не тушить 5 андрюк кинж кубик на р агабам 4 кирилл модификатор я могу пиздить да можешь пиздить любую некрупную шмотку ну небольшую вещь у меня броника там написано большой броник большой шмотка от клавы что с ним делать это монстр ты должен держать его в руке руке правда ну нет у себя в руке это это рука ну ты сюда не можешь класть двери смотри есть двери а есть сокровище сокровище ты можете сдержать а двери не может так слышите я воровать могу только в свой ход или нет ну там написано в любой момент все значит смотрите я хочу кирилла своровать вот эту вот схему и должен бросить шмотку до шмотку или карту ну как то они шмотку нет ну карту написано карту ну допустим я вонючего охранника этого сбрасываю кидаю кубик сколько я должен выкинуть 4 и больше 4 и больше то есть 50 процентов ну-ка я хочу еще раз своровать ты потерял левел андрей но у него 1 там если нет у меня второй левел если да и соответственно теряешь ворюгу так что блять ворюгу да иначе тебя поймали и побили теряешь один уровень но я не теряю карта нас у кого мало потому что там перк можешь брать только на втором уровне то есть теперь у меня остается ладно у тебя перк убирается смысле нет он остается именно у меня я смогу его использовать потом нет ты скидываешь его в сброс забирайте блять кого воровать собрался если ты сбросился с третьего до второго то он бы у тебя остался со второго до первого ты не имеешь права и вот вы даже не можете сделать мне исключение типа вот новичок ладно оставьте ему вора да вот это вот я сам тогда сделаю себе исключение если вы не можете все мы поехали отдать отдай вора текст супе гураси я кидаю кубик да можешь на р нажать ну ладно 2 5 ходи 1 вытягиваешь одну карту вот сюда вот в открытую вот эту карту перри ворачивающий на сбросе был только он то есть следующий бой идет с ним это карта делает короче она дозаёт 3 монстры сброса но так как мы только начали у нас только один монстр проси то есть со следующим ходом ты будешь с ним драться ну достаешь монстр отсюда и будешь драться еще с ним а я зачем кидал я чё делаю это мои находки 1 ходит давай взамен тяни другую карту ты берешься еще вот с ним вот сколько утром а где посмотреть так а кто ему подкинул охранник убежицы или убежицы у него сама подкинул она никогда не меняется урон это смотри твой уровень плюс все твои шмотки а слышишь ты не брал сокровища нет возьми 4 сокровища не нажми на четверку просто так слышь 88 взял карте место поймал за руку вора отдай мне эту карту что там делаем так у меня есть шлем вот головняк да 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 сапоги и ноги все город и лет как он там разбирается карта радиации они как юзовцы или они да ты можешь в любой момент накинуть если ну если она у тебя в руке ты можешь в любой момент накинуть на любого игрока все окей это может дожиться есть пусть и без оружия пусть без оружия ну да ты можешь поставить куда нибудь сп отдай блять посчитай теперь смотри у тебя нету оружия это 4 плюс 2 и плюс 2 8 урона и плюс уровень это 9 ну ты в говне так по идее так непотребство над тобой провели серии экспериментов так погоди мы можем договориться как бы мы сейчас договоримся так секундочку серии экспериментов неприятных экспериментов в ближайшем бою у тебя штраф минус 5 из-за смущения хорошо 3 сокровища значит кто у нас дерется смотри дерется сейчас психоделик психоделик сколько у тебя урона сколько у тебя урона выставите на счетчик ебать 5 ДКМ у тебя 9 урона ну да у меня урона 5 и плюс 3 ебать слышите его надо гнобить а у меня 7 урона я правильно понимаю выставить урон чтобы было проще считать смотри видишь у тебя вот этот вот дертикомет там только для одиноких стральников а ты не одинокий стральник парни посчитайте посчитайте свой урон и выставите его нормально то есть ты в принципе не можешь ничего больше во вторую руку уложить ты можешь схему кстати нацепить сюда просто вот тебе нужно либо на левую руку либо на правую руку я все видел ну схема все равно 7 7 и плюс у тебя уровень какой у меня первый а почему мы мой уровень читаем я сейчас что-то делаю там короче не просто помогаю то есть твое оружие плюс твой текущий уровень равно твоему урону так психоделик у тебя сколько урона 7 да ну 8 плюс 4 без оружия плюс 4 со шмоток тебе надо победить 15 я могу тебе помочь за 1 сокровище это что за несправедливость ну я помогу тебе за 3 сокровища я скажу за 3 помогу смотри ты берешь 2 сокровища я возьму 1 а в тех случаях они берут 3 а ты ничего скажу вам так в любом случае смотри 2 сокровища кто бы не помогал кто бы не помогал я буду вам руинить я буду вам руинить если я не получу свое одно сокровище я тоже буду руинить ой как сложно отдай мой дробовик ну что ты согласен? за одно сокровище нет ну тогда ты умираешь или что там непотребство непотребство правильно непотребство говорить тебя отколотили дубинкой и над тобой провели себе эксперимент ну ничего страшного короче он не получает просто ход пропускает по идее и все ну да тебя просто отколотили дубинкой и ты очень смущен из-за этого ты можешь взять одну в темную еще то есть в руку одну все там дрюху хватит воровать усиленно следить за шмотками я вроде не ворюга я вроде не ворюга но как бы сами понимаете у меня течет как бы в крови не теться никуда вы не думайте я как бы не хочу это делать просто само так получается потому что в крови течется что там письканавт следующий ходит? а почему я не ходил? я вообще не ходил? я не ходил по кругу ходят там психоделик первый просто ходит письканавт а что за круг такой что у тебя? потому что у меня пятерка была на кубике у меня больше всего было на кубике а мы все вместе скитали? думала вы все вместе кидали всё понял так я не играю в смысле а, понял не играю я не на шлоте ты же на желтом на шлоте на желтом у тебя даже карты нет он себе карты не сдал ну он может себе карты письканавт ты тут? я тут наверно не играю Почему? А зачем ты тут здесь сидишь? Непонятно. В смысле? Так ты же в игре, а как ты не играешь? И кубик вам накинул ещё. Да. Я ничего не кидал, я вообще на слоте не сижу. Ну, кстати, жёлтой руки реально нет. Походу его нет. Ну, смотри, я могу перетянуть. Он на слоте. Он на слоте. Да как это на слоте? Не на слоте он. Он на шёлтом слоте. Да забудьте, он не играет. Всё, он не играет. Ладно, всё, он не играет. В инвентаре у вас могут быть только вещи. У вас у Дредда то, что не может быть в инвентаре. И у... Почему? Нет, у него сокровища два. Какие-то сокровища? Нет, в смысле? На разовые предметы. Да, на разовые предметы. Но я их буду использовать здесь ещё. Только шмотка и хлам может быть в инвентаре. Остальное всё в руке. У Кирилла то же самое. Ну ладно. Ну ты можешь, кстати, в СП поставить её. Писька нас следит, в общем. Да, Писька, ты посмотри, что там происходит. Ну хорошо. Я его пишу. Так, что там у тебя? Второй левел. Крутокрыс. Одно сокровище. Да ради бога. Спасибо. Хватит, блять, топить моего рейдера. Так. У меня второй уровень. Блять, в этой игре очень не хватает по рукам бить типа возможности. И... Как и в реальной жизни. Так, ладно. И чё получается? Ты всё взял, сходил. Чё у тебя там? Вор тоже? Нет. Защита от радиации. Это мутаген, заюзаю. Можете почитать. Интересно довольно таки. Мутаген, то ничего кроме смерти не может заработать эту карту. Что? Ничто кроме смерти не может забрать эту карту у тебя. А после твоей смерти она сразу идёт сброс. Плюс одна рука. Это дополнительная рука. Да, короче он может в ручку и плюс одну руку, например, оружие идёт. Ходи, Андрей. Так, окей, хожу. Значит, я беру дверь, правильно? Да. Перетаскиваешь сюда. Не удерживай. А как одну? А, просто нажать. Да. Отпусти. Беру одну. Сможешь. Вот. Хорош. Отдай, блядь. Это Кирилл. Невозможно играть. Ой, где нет. Кто мне будет? Так, чё у меня там? Радиация, возвращение к истокам. Теряешься. Ты можешь попробовать задолучить? Тебе надо кинуть шесть и больше. Ну, шесть, короче. Я кин... Шесть и больше. И больше? Чё ты варёшь? Подожди, я теряю все классы и перки, да? Это, короче, радиация. В этой игре по идее должен быть какой-то типа суицид. Нет, ты можешь задолучить, короче. Кинь кубик на шесть. Кинь кубик на шесть. Так, что теперь сделать? У меня один. Не пошло. Скидываешь рейдера. Рейдера? Хорошо. Почему? Пушку тоже не снять. Классы. Что я ещё теряю? Классы. Ну, перк у меня не... Петки. Он не стоял, у меня он просто был в руке. Ну, ты не можешь держать. Почему? Ты не можешь обладать перком. У тебя первый раз. Твой педерастый. Ладно, хорошо, поехали. Ну, это похоже на мою обычную игру в манчиках, если что. Тёмную. Себе в руки одну возьми. Андрей. Что? А откуда он берёт? Тоже двери? Да, из двери ты берёшь. Только теперь в руки. Андрей! Хорош. Да я на дизморали. Теперь ходи, собачка. Ой, извините. Что там? Теряешь один уровень. А у тебя есть какие-то карты, в которых ты не теряешь? Ну вот их, блядь, их собирает, собственно говоря, ДКМ, господин. Блядь, я тоже потерял перк. Что за говно игра? Тут есть карты, которые могут спасти от ловушек. А, ментанты. Что, я следующий тяну? Ну, собачка на том в тёмную берёт. А, то я не забыл, извините. И в конце хода нужно скидывать свою руку до пяти карт. А, да. Шести же, нет? Не скидывать, вернее. Не скидывать. Короче, нужно, чтобы осталось пять карт, остальные вы передаёте тому, кто меньше всех по уровню. Если таких несколько, то на выбор. Если вы меньше по уровню, то в сброс. А зачем мне карты монстров вообще в руке? Ты можешь драться. Типа, ты берёшь какую-то хуйню из двери, против которой не надо драться. И потом можешь принять решение, типа, ещё подраться с монстром каким-то, достанешь ещё с колоды своей, типа, и буришь его. Понял, понял, понял. Или есть карта, которая позволяет докинуть монстра в бой кому-то в любое время. То есть ты разорвёшь ту карту и кидываешь. Блять, чё тварь. Я хочу эту карту. Чё, я следующий тяну, да? Ну да, вроде. Да, да, да. Вы кубики не теряйте. Фишка чё-то. Супермутант пустоши не преследует супермутантов, получает бонус равный уровень твоего помощника. Если тебе кто-то помогает. Тебе удалось скрыться, чего не скажешь про твоих напарников сбросив. Тебе просто сейчас надо с ним драться, остальное ничего не есть. А я могу, типа, задоджить его и просто напарников сбросить. У меня ж напарников нету, правильно я понимаю? Ну, если ты победишь, ты получишь сокровище. Да, конечно. У тебя 7 деммажа, ты хочешь с ним драться. А у него, а у него уровень 8 и чё? Нужно 9. 9. Можно кого-нибудь помочь? Сколько мне выкинуть надо? Тебе несколько не надо. Смотри, у тебя есть 7 деммажа. 8. А, 8. У него тоже 8 деммажа. Тебе надо набрать 9 деммажа, чтобы убить его. Ты можешь картами своими бафами забафаться, либо кого-то позвать напомнить. Кирилл, давай договоримся. У меня... Подождите, подождите секундочку. То есть, если я с ним буду драться, это ни к чему не приведет, правильно? Пока ты его не убиваешь по деммажам. Да. Короче, кекс, кекс, смотри, смотри. Вот сколько у тебя деммажа, 8 написано? 8, 8, да. Смотри, ты 1 на 1, типа, не убиваешь его. У меня есть 1 деммаж. Кроме того, у меня есть бустяки. Кирилл, я тебе помогу за 1 сокровище. Мы точно его убьем, я тебе клянусь. Так я получу 1 сокровище, о чем ты говоришь? Ну, ты получишь 1 тогда, и получу я 1, и мы победим, Кирилл. Кирилл, я могу помочь бесплатно. Мы 2 сокровища получим, что ли? Нет, смотрите, вы делите количество сокровищ, которые там написаны. Да, типа, я торгую с тобой, понимаешь? Я предлагаю тебе помощь за определенную цену. За бесплатно продано. Секундочку, секундочку. Я буду руинить. Если он будет помогать бесплатно, я буду руинить. Давай, я бесплатно. Ты это сможешь сделать первого уровня с одним демономом. Да, еще такое условие. Если один человек дерется и выигрывает, он берет у тебя сокровища вслепую себе. Если тебе кто-то помогает, то вы берете сокровища и показываете их всем. И еще хочу что сказать. Тут, если ты не смываешься от этого монстра, то теряешь ничего. Потому что тут непотребство. Ты должен скинуть своих напарников, которых у тебя нет. Ну да, я понимаю. Так стоп, а напарник ADKM не считается напарником? Если они дерутся вместе. Нет, напарник... Это... Вот, я еще покажу. Вот, это напарник. Пожалуйста. Это напарник. Ну, короче, я понял. Давай, это... Давай, убьем его, получим, потом сокровишь. Нет. Блядь. Мы типа выиграли автоматом, да? У нас дамажа больше. Не, я тебе предлагаю помочь за ноль сокровищ. А, блядь, это винтовка не для рейдеров. Ебаный в рот. Я с винтовкой, ребят. Четыре дэмажа. Сосать член. Так, еще... Мне едва сокровища. Ну да, получается. Блядь, и 100 рублей заработал, 101 рубль. Еще в винтовку. Спасибо большое, Дед. Сделай меня праздник на спидран. Шлем перетел. Ага, ага. Так, а сокровища у меня просто лежат в этом... Сокровища можешь разыграть в любой момент. Погоди, у него слишком много карт, он должен сбросить. Да, ему сейчас нужно либо разыграть карты, либо сбросить так, чтобы осталось... Смотри, видишь что оружие? Нет, нет, под оружием прочитайте, то он в одну руку. У него модификатор, да, есть. Так, я могу любое, да, выкинуть? Смотри, тут не выкидываешь, а нужно передать игроку на твой выбор, у которого первый уровень. Тут в игре несколько. Чувак, я в полном дерьме, я в полном дерьме, помоги, пожалуйста. Я тоже в первом уровне. То есть две карты нужно передать кому-то на твой выбор, кто первый уровень. Две одному или по одному каждому? Как хочешь. Как хочешь, на твой выбор. Так, на Андрея очень полезная карта. Что там? Нельзя показывать только. Вот так вот. А, я её перевернуть должен и потом отдать. Спасибо. Это не Андрей, это Собачкин. Вот, он тебе дал карту. Тебе я тоже дал. А где она? Вот она. Ай, спасибо тебе большое. Так, у меня получается по демиджу уже 11. Ух ты. Андрей, у тебя 6. И чё делать? Ну, ребята, я призываю бояться как бы. Можешь ловушку у меня скинуть? Так, я тоже теперь, да? Да, если был бой с монстром, но на этом ход заканчивается. Всё, я понял, я понял. Нельзя. Лайсинг. Спасибо большое за подписку. Так, тяну карту. Андрей. Что? 6 карт. Да, сейчас, 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 сейчас. Я подумаю. Уровень 4. Так, значит, ребят, ребят, я юзаю эту ловушку на психоделика. Снимай башку свою. 5 карт должно оставаться только под конец своего хода. А так нормально иметь больше карты. Отдайте мне мою карту. Это всё собачки, между прочим. Запомните это. Ну ладно. Слушай, а хорошая карта была? Зачем я тебе её отдал? Да. Ой. Шапка. Он снимает шапку и себе забираешь? Нет. Брос. Ну ты не убиваешь. Я убиваю, да. Бери 2 сокровища. Так, в смысле? Мы же ещё не голосовали. Это не сокровища. Во время боя ты должен дать отсчёт. Ну ты хочешь помешать ему? Кто-нибудь хочет помешать и считаешь 1, 2, 3. Если на счёт 3 никто ничего не выбросил, тогда ты победил монстра. А что можно выбрасывать вообще? Объясните. Ну, любые мешающие. Там применить в любом бою, то есть сколько-то. Есть карты, которые увеличивают уровень монстра. Да, например, смотри, короче. Вот. Всё, я понял. Всё понятно. Например, вот это смотри, применить в любом бою, плюс 3 в любой стороне. Всё, понял. То есть ты берёшь монстру, добавляешь вон. Ну всё ясно. Берёшь сокровища, увеличить себе уровень, поскольку ты победил. Можешь какие-то сокровища себе разыграть. И также карт должно остаться 5. То есть если ты сейчас ничего не разыгрываешь, то 2 скидываешь кому-то, кто первого уровня. То есть либо собачкину, либо дрейду. Блин, по-моему элементарная игра, ребят. Поехали. Она затягивает очень сильно. Музон поехал. А выиграть именно надо убить, правильно? Да. Либо есть карты, которые позволяют выиграть. Ещё также уровни повышаются тем, что можно продавать шмотки. На каждой шмотке и на хламе есть цена в крышках. Вы можете в любой момент, кроме боя, скинуть на тысячу крышек, ну либо на две тысячи и получить за это уровень. Последний левел нельзя купить. Да. Куда скидывать? Вброс. Давайте, в темпе, кто ходит? Психоделик раскидывает свои 6 карт. Ему надо... А у него 7 даже. Надо 2 ему что-то сделать. Психоделик, помоги, пожалуйста. Очень плохо. Психоделик. А я карту ловелапа не взял? Ловелапа можно взять? Нет. Или да. У тебя какой уровень? У тебя второй уровень? Да, бери три карты. Три карты. И выбери одну. В смысле? Ты только мне или Андрея можешь отдать? Кому ты отдал? Да. У кого не было ничего, чем у тебя? А у меня какой у тебя второй уровень? У тебя второй, да. Найс. И вот это у Андрея. Спасибо большое. Так а хлам можно всегда на карту сокровища поменять. Правильно я понимаю? Нет. Ну это если только не написано на самом хламе. Понял. А сбрасывать взброс, да? Да. Тут работает так, что если ты из сокровищ, из карты сокровищ вытягиваешь хлам, то ты после него тянешь еще одну карту сокровищ. А если ты из хлам поменял на хлам? А, ну тогда второй хлам ты оставляешь. Слушай, а кто это дерьмище может переключить на что-нибудь поинтереснее. Так. Кейк выбрал перк, теперь психоделику тоже перк надо выбрать. Потому что он второй уровень получил. Из колоды перков тянешь три и выбираешь одну из этих карт. Остальные сбрасываешь. Так. Держу троечку. Ну ты не стой колоду взял, мне кажется. Стой, стой. Не стой. А. Ту, 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 т. Андрей, надо карту? Какую? Да, давай. На. Можно просто, да? Она, кстати, полезная. Можно? Еще целая карта. Это ж Маньячкин? Еще раз повторю, что мы забыли сначала, но сейчас вспомнили. Если вы когда из сокровищ тянете карту хлама, вы показываете всем, что это хлам, оставляете ее себе и берете, вместо у нее еще одно сокровище. Слушайте, объясните мне, пожалуйста, нахуя здесь в игре карты хлама? Учитывая то, что они стоят почти нисколько. Они стоят там 50-80 гривен. Смотри, есть такая карта-дверь игуана. И если ты выкидываешь игуана на палочке, то ее бонус увеличится, ну, ее дэмэж увеличится на 10. Вот, Андрей, тебе первая... Скиньте три любые шмотки. Хлам считается за шмотку. Ты можешь скинуть три куска хлама. А-а-а, все, понял. А-а-а, верни мне хлам. Секундочку, блядь. Ладно, ладно. Подальше, руки свои. Кстати, говоря по поводу вот этого верни, вы в любой момент игры можете друг с другом обмениваться, продавать что-то на взаимовыгодных условиях. Ну, кроме боя. Все кроме боя, да. Слушай, у меня сейчас, блядь, нервный тик начнется. Хватит трогать мои карты, блядь. Кто ходит в следующий? Все, дэмэр, ты все? Ну да, я взял себе перк. Все, давай теряю в темпе это. Уже понятно. Все, теряю обувку. У меня нет обувки. Все, ты можешь драться, да? А ты левел получаешь за это или что? Нет. Он может теперь либо разыграть карту монстра из руки, либо тянуть вторую вслепую. А монстра, он, а, он сам понял. Ага. У меня 10 дэмэша, короче. Ёпстель, мопстель. Че, может, подруйню? Не-не-не-не-не. Три сокровища. Тормози, тормози. За одно сокровище я тебе не буду руинить. И если что, помогу? И если что, помогу? Вот так тебе говорю. За одно сокровище всего лишь. Я за одно сокровище тоже не буду руинить. Это вымогать. Ну и я за одно тоже тогда. Так, подожди, подожди, подожди. Давайте нам по сокровищу, и ты уходишь. ДКМ, ДКМ. Я этих ковбоев сдержу. Все в порядке. Одно сокровище. Если они будут руинить, я сдержу. Все будет хорошо. Два урона сдержит. Сколько у тебя урона? Минус один, да? У меня десять. Четыре у него. Так, надо подумать. Вы серьезно будете меня и руинить? Давай я бесплатно тебе помогу, а ты потом это вспомнишь. Блять, у тебя одиннадцать демеджа? Да, у меня одиннадцать демеджа, так что потише. О, ебаный в рот. Как так происходит, Андрей? Да они лакир... А, так это Кирилл, блять, он лакирок, нафиг, во все игры. Мы договорились, Кейк? Да-да-да, все, я забираю. Ты мне помог, я тебе помог. Все, пока работаем вместе. Вы и рано говорите, надо еще спрашивать, будет ли кто-то руинить, а то они там уже карты свои набирают. А, ну, давайте. Да пофиг, в следующий раз уже. Поэтому он все это время молчал. Я ничего не понимаю, что происходит. Ну вот и все, нормально все. У тебя все хорошо будет. Что, вы будете руинить? Так вы уже, ты уже взял карту. Нет, давай, все, забирай. Значит, окей, я беру дверь. Ну я понял теперь, как это работает. Почему? Не, подожди, нужно сначала ему карты скинуть. Я поднял сам, но я буду скинуть его. Потом, у него еще не кончился. А левел ты получил, да, за этого чувака теперь? Да. Понятно. Отличная карта. Разыграет. Ну, чудо-клей. Так, что это... Номер из-за этого игрока с надетой на него шмоткой. Он вправе снимать ее до конца игры, при каких условиях... Блядь, он приклеил свой армор. Черт, брод. Так, ладно. С кем мы играем? Я беру карту, значит, что у нас здесь? Восьмой левел, турель, марк. Андрей, одно сокровище. Андрей, я помогу заодно тоже. Андрей, бесплатно помогу. У него шесть, нам никто не сможет... ДКМ, за бесплатно помогает, принято. У нас вместе 15 дэмэджа. Что за рюзин? 15 дэмэджа. Кто-то будет нам мешать? 15 дэмэджа. Да, я мешаю вам. Так, ты нам мешай, давай. У нас вместе 19 дэмэджа с этим чуваком, я так понимаю. Не, а ты должен... Если ты мешаешь, то ты должен докидывать какие-то бафы. Ну, типа вот таких вот. Плюс 2, плюс 4. То есть ты должен усилить мод стрейминга. А, а смысл тогда, мы в прошлый раз говорили о дэмэджу. В чём смысл дэмэджа? Дэмэдж тебе нужно, чтобы убивать монстра, а не чтобы мешать. А, мешать? А, всё. Если ты помогаешь, то складывается сила нескольких игроков. Если ты хочешь поможать, то... А, всё, если ты помогаешь, то я не мешаю, не мешаю. Я ж там ничего делать. Чё за мной? Ладно, ничего страшного. Хорошая музыка, оставь. Говно какой-то включаете. Ладно, так, 2 сокровища я беру, значит. Крыжак это вот это вот. Если есть хлам, то берёшь ещё вместо хлам. Можешь на двойку просто нажать. Раз, два. Так, секундочку. Алло, блядь. Ну, не трогай, хост. Так, если есть хлам, то беру ещё. Хлама нет. Ну всё, значит, эти карты... Левелл 2. Так, сейчас. И перки. Три карты перка. Вернее, сначала, да, сначала выбери перк, а потом скидывай. А, перк ещё? Три перка беру, да? Три карты берёшь, одну выбираешь из перков, остальные сбросы. Кекс, погнали в этот? Не, 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 не. Не хочу переключать, ну вот. Я музыку включал, вот. Так, за каждого монстра в бою кинь кубик. На четыре и больше бонус от самой слабой шмотки отправляется. Так, а защита от радиации плюс один, что это даёт? Ну, знаешь, карты... Например, вот было у нас. Ты теряешь уровень. Ты кидаешь защиту от радиации. Только если ты выкидываешь шесть, тогда ты выигрываешь. Получается, если защита от радиации плюс один, то тебе достаточно выкинуть пять и шесть. Понял. Тебе надо что-то с картами делать. Так, окей, критический урон. Эти я выкидываю. Тогда, значит... Так, а пупс, это что у нас такое? Ну, парень, может, да? Нет, это СП. А кто таймер сказал? СП. Окей, ставлю СП тогда, получается. Так, и, соответственно... У кого каска есть, ребят? Признайтесь сразу. Психоделика. Психоделика. Психодел. Значит, смотри, у тебя есть каска, которая дает бонус плюс два. Я могу сейчас ее снять, но я же не ублюдок, поэтому давай с тобой договоримся. Я отдам тебе эту карту, если ты в следующий ход, если что, вдруг, поможешь мне за ноль сокровищ справиться с монстром. И не будешь руинить, соответственно. Помочь тебе в борьбе с монстром. Хорошо. Да, я тебе не снимаю с тебя шлем и отдаю тебе карту эту. Какую карту отдаешь? Карту снять шлем. Вот эту вот карту. Да, давай. И ты мне в следующем ходу помогаешь, там мы с тобой друзьяшки. Все, отлично, заметно. Все, я готов. Ребята, а мы на урон будем кидать или вот просто критический урон? Как вообще возникает, если мы не кидаем на урон? Критический урон. Смотри, вот я, допустим, дерусь монстром, у которого 10 урона. У меня условно 7. Я кидаю кубик. Если у меня 4, 5 или 6, то урон самой слабой моей шмотки, то есть в данном случае это винтовка, которая дает плюс 3, он утраивается. Соответственно, становится не 7, а еще плюс 6, становится 13. Ну, понятно, ладно. Андрей, что взял? Так, все, вроде взял. А, подождите, стоп, какую карту взял? Я вроде все взял. Два дружака. Да, я все взял. И у меня, соответственно, левел ап второй, мне передвинули, да? Да. Второй левел ап и плюс 3 демеджа еще. У меня было 4, плюс левел, раз, два, три. Вы что, рофлите? Вы издеваетесь надо мной? А, да, еще плюс 2. А, да, еще плюс 2. Еще 2. У меня же еще с винтовки призаполучили с этого парня. Хороший броник был. А я беру карту эту или нет? Да, тянешь вторую в темную. Если не монстр, то ты можешь разыграть из руки либо тянуть вторую в темную. Так это же ловушка. После ловушки нельзя с монстрами драться, нет? Ты можешь из руки драться. Если у тебя в руке есть карта монстра, то можешь себе ее вывалить и драться с ним. Так, ладно. Неважно. О, 2 урона. Не, ну с этим я подерусь, пожалуй. Надеюсь, никто не будет меня руинить. Ну у тебя 3 урона. Сколько у тебя? 2 урона. Так, ты уже потянул карту. Ты можешь после первой карты либо тянуть вторую в темную, либо... Вот я об этом и говорил. Все. Ну все. Ну все. Андрей, а почему ты поставил 10 урона? И ну все, тебе нужно скинуть 5 карт в руке. А где у тебя 10? Ну, да, 5 же. Сори, значит... 3 плюс 3. 2 с левела, плюс 6 со шмоток, и вот этот пиздюк дает мне за каждое используемое тобой легкое оружие плюс 2. Винтовка — это легкое оружие. В 2 руки винтовка — это легкое оружие? Да, справа видишь легкое. А, да, все, легкое. Все, все, все. Я, да, хожу тебе? Не, а ловушку можно просто так накинуть? Да, в любом случае. Ну все, держи. Так, и что ловушка? Сбрось 3 любые шмотки. Вот здесь написано «не хлам». 3 любые шмотки, не хлам? Робаный в рот. А шмотка — это что? Это то, что на мне надето, типа? И надето, и в руке считается. И в инвентаре. Но если что-то надето, то ты обязан это скинуть, если не хватает других трех. Слушайте, а это точно так работает? Это же имба-пиздец — 3 шмотки скидывать. Ну, да. Подожди, а вот это шмотка или нет? Или что это? Нет. Если не написано «шмотка», то это не шмотка. А где написано «шмотка»? А где написано «шмотка»? Согласен, нигде не написано. Нигде. Но это шмотка. Шмотку мы считали все сокровищами. Там написано слот. У шмотки написан слот. В одну руку, в две руки. А. Согласен, это не «шмотка». У меня тогда шмоток столько нету даже, если что. Скидывай все, когда ты проиграл. Скидываешь ракету и толстяка. В смысле ракету? А, вот это не «шмотки» все-таки? Или что? Нет, «шмотки» — это то, что надевается на персонажа. А модификатор? Модификатор скидывается вместе с толстяком. Если ты применяешь модификатор к толстяку, то он к нему привязан. Какая интересная игра. Давай, минусуй себе. Я не туда скинул. Вот столько? Да, какая разница. Сокровища. Большая разница. Большая разница. Так, получается два у меня всего. Короче, собачки, ты очень зря так сделал. Это, походу, очень сильная карта, ты ее выкинул просто так. Да, это очень прикольная карта, да. Так, я теперь хожу, да? Да, тянешь в открытую, вышибаешь дверь. Так, ученый анклава блестит. Так, прошу прощения. Это класс. Дает тебе плюс один на смывку, класс. И что еще теперь делать? Можешь либо просто взять его в руку, либо активировать и стать ученым анклава. Сюда, беретенок просто. И ты получаешь этот бонус. Смывка — это когда ты проиграешь у монстра, у тебя больше шансов. Очень забавно, точный расчет. Короче, ты бы зарезистил карту Собачкина сбросить три шмотки, если бы у тебя была бы эта же карта. Я, короче, ее беру, типа, и все, да? То есть ты ложишь себе на карту класса, и вот смотри, если бы у тебя был этот класс, ты бы мог сейчас ловушку Собачкина перенаправить на любого другого игрока. На Собачкина, например. Да, это-то понятно. И все, да, я больше ничего не достаю? В слот класса положи, если хочешь активировать. Не, я не хочу его активировать. Ну, только у тебя лишние карты. Я понял, я больше ничего не беру, я спрошу карты. То есть они еще одну, в темную. В темную. Да, дверь в темную. Так. И что, и теперь две выкидываю, да? Ну, да. Можешь заюзать. Ты можешь класс, кстати, заюзать. В чем проблема? А зачем мне класс заюзать? В чем смысл? Ну, просто лишние карты в руке. Ты сейчас просто так отдаешь какую-то карту другому игроку. Хотя мог бы сам дать. Ну, класс-то, я надеюсь, просто так не снимается? Ну, помнишь, там карта была Андрея. Значит, все классы и перки. Ну, что-то такое. Так. Короче, предлагаю тогда ДКМу и Андрею помочь мне побороть чудовище и посокровище. Там только один поможет им, может быть. А, только один может быть помочь? Да. Так он уже взял закрытую карту, если что. А, ну, если ты взял закрытую, то все, а ты хочешь. Смотри, Кикс, ты либо берешь... Ну, вы же сами мне сказали, что я что, беру или... Нет, ты заканчиваешь ход, когда берешь карту. Ну, так а почему мне сразу... Смотри, первую карту двери ты тянешь в открытую, вот у тебя это был класс. После этого у тебя есть выбор. Да сейчас-то я понял уже. Ну, я же уже взял ее, типа, сейчас-то что тогда мы обсуждаем? Так. Все, теперь психоделик ходит. Короче, я должен выкинуть кому-то карту, да? Да, еще. А, у кого, кому я вообще могу ее выкинуть? Дому, кто меньше уровня. Первый лавел. Собачкину, то есть, по-любому. Так, мы один. Так, все, хожу. Значит, она в открытую тяну? Да. Все, учусь, сына, это шмотка. Ну, блин, это... Если это так, то меня обманули, потому что... Ну да, забираешь себе, по идее. Теперь вопрос, типа, ты или тянешь карту, или дерешься с монстром? Так, ну, я подерусь. Так, ну, я с руки. С руки. Из руки, из руки. Если у тебя есть из руки монстр, ты с ним можешь драться. Если нету, то тянешь карту. Вот этот есть. Так, шо-ц, третий левел. Ты его побеждаешь и забираешь шмотку. Одно сокровище, ради бога. Да. Сокровище вот это, да? Не-не-не, в центре сокровище. Слишком много сокровище. На единичку нажми. Все, так, короче. Кто это, блядь, этот? Кирилл, ты опять? Чего? Положи хоть прямо карту, если ты взял ее. Я ничего не брал. У меня, блин, вообще нету ни одной карты. Так, у меня 7 карт. Две скидывать надо, да? А можно скинуть только Челикс, у которого первый левел есть что? Ну, меньше твоего левела. А, меньше твоего. То есть, у тебя второй левел, ты должен скинуть первому. Первому. А первый у нас только Собачкин. Да. Принимаю в дар карты. Так, вот это раз. Блин, это что? Скинуть. Так, психоделик ты закончил? Сейчас еще одну карту скину. Ладно, вот эту скину. Все, закончил. О. Батю, крутую штуку скинул, да ладно. Покруче. Ну все, психодел походил. Дальше ты ходишь. Ну, я чекаю. Уброс. Потом нету, короче. Андрей, выбер что-нибудь вкусненькое. Ну, я его убиваю. Будет это мешать? А че там? Уровень на один. Нет. Да, щас этот лакировщик чисто по первым лакам пройдется. А вы, кстати, психоделик... А, нет, он уже не дрался. Стоп, психоделик же дрался с кем-то, правильно? Нет, не дрался. А, да, да, я своего скинул. Левел забыл поднять все. Левел? Да, я тебя уже поднял. А, то есть, если ты кого-то уберешь, то ты поднимаешь себе левел, да? Да. А кого-то второй левел еще? Почему мне, блядь, левел кто-то до левельнул? Алло, блядь. Это тебе. У тебя сам большой левел на карте. Радиация. Ты можешь попробовать ее за ивайдить. Кубик на шейбрусе, да? Да. Так, кубик. Ясненько. А если он получит радиацию, то что? Минус 2 на смывку, это типа... Смывка, это когда ты проигрываешь бой, ты можешь смыться. Если смоешься, то тебе не придется выполнять то, что с ним там написано. А, ну я понял. Смывка минус 2, это типа, ему надо, если выкинуть 4 и больше, то ему 6 придется выкидывать. Да. Понятно. Ты кинул кубик? Че там чей шлем валяется? Так, наверное. Да, наверное. Кто балуется? Бесхозный шлем. Да, теперь он у нас здесь сохраняется. А я воркну как-то будет убрать. Ну да. Нет, смывка базовая вообще 5 и 6. То есть, если минус 2 к смывке, то значит, он не может смыться вообще. Ну, есть карты. Я видел 4 и больше. В правилах 5 и больше. Да, 5 и больше. Андрей, ходи. Карты в рот, я помню. Ты уже походил так? Мой хит. Значит, что я делаю? Я, значит, беру вот это вот. То почему нельзя? Я, значит, я пока не очень придращивался к этой штуке. Окей. Радиация троеглазия. Что за? Тебя глаз вырос. Минус 5 в следующем бою. Из-за смятения после этого штрафов не будет. Но держи. Так, подождите. Так, если я достаю радиацию, она же по идее не сразу используется. Сейчас, когда я резист на радиацию, если не проходит, то этот эффект у тебя активируется. Ты получаешь его. Минус 5 на следующий бой, короче. Вон у тебя кожу прямо. Нет ведь никаких дополнительных эффектов? А следующий бой, это если он сейчас юнитов выкидывает, то это... Слушай, а разве я не должен взять эту карту, типа, потом есть что ее взять? Нет. Нет, смотри, ты должен... Она становится либо тебе активной, либо ты можешь ее отрезистить, если 6 выкинешь. Но ты выкинул 2, поэтому ставишь себе ее активной. А активная, где она стоит? И демидж минус 5 получается, да? Вот тут вот, типа, да? Да, вот там специальные... Окей, радиация минус 5 в следующем бою. Так, кто бред трогает мою эту хуйню? Я так выставлял, запуску будет демиджа. Смотрите, Дредд может либо сейчас вступить в бой и вытащить монстра, тогда радиация будет активна. Либо когда в следующий раз вышибет дверь и ему выпадет монстр. Там в любом случае активируется. Можешь сейчас подраться, можешь в чем не взять. Короче, я хочу сейчас драться. Я буду драться против этого муравья 11-го левела. У меня всего 5 демиджа. Минус 5. Да, мне нужно, соответственно, мне нужна помощь 6 урона за одно сокровище. А, Андрей, я же тебе обещал помочь. Да, 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 ты обещал, мне так и было. Вот у тебя 9, да? Да. Итого у нас 14 против 13. Кто-то будет мешать? Так, подождите, а что там за это? У муравья за приписки. Если у него смывка не сработает, то он теряет уровень до первого обратно. Если победит, то будет третьим. Да нет, у него там плюс 3 за каждую огненную шмотку. А как эти огненные шмотки обозначаются? На них написано. Там есть карты. Все, я просто проверяю. Например, огнемет. Ну, понятно, короче, у меня сбрасывают все шмотки, а они там вместе сокровища делят. Хорошая игра, хорошая, интересная. Так, кто-то нам помогает? Раз, два, три, все, убили. ВГ. Так, ладно, я обещал тебе один држак, значит, я беру два, ты берешь один. А ты можешь его обмануть? В открытую берите. В открытую берите. Как в открытую? Покажите карту. В открытую. Если несколько убивают, то вы показывайте перед тем, как взять в руку. Да, показывайте. Држак это откуда? Вот этот? Вот, и ты взял хлам, поэтому тяни еще одно сокровище. Я взял хлам, поэтому тянусь. В смысле? Плазминный пистолет? А, плазминный пистолет. Пушка Тесла. Нет, третью уже закрытую. Так, а хлам, а лоб, а, это я могу вместо этого. Лоб доставляешь, доставляешь. А то, что я и вытянул, куда карту делать? Себе в руку. Можешь надеть? Только для ученых анклава, то есть я не могу ее взять? Что я ради... Плюс один дэмэдж, радиацию я выкидываю. Радиацию, Андрей, тебе сбрасываю, да? Ты не туда радиацию скинул. Да, сюда радиацию. То есть я не могу эту пушку Тесла надеть? Ты можешь ее в инвентарь себе положить? Что, да. Что, все, Андрей, походил? То есть я могу кексу ее продать? Да, ты можешь выгодно обменять ее кексу, он получит 4 бонуса. Короче, все, Андрей, походил. Я походил, походил. Только для ученых анклава. Ты же как раз. О, ест, ест, ест. Давай я тебе монстр могу дать. 16-й левел. А какой у тебя монстр есть? Получает 2 уровня за него и 4 сокровища. 12-го. Перки и классы. Не, смотри, Собачкин, там... Че? Он не переследует. Ну, я понимаю, что... Давай на полстраду нам что-то поменяемся. Если у кого-то сейчас есть болотник или ядерник, вы можете подкинуть на халябу в бой. Я просто, что никто не хочет помогать. А у нас не хватает добыча. Ну, все тогда. Я получаю непотрезда, ничего не срабатывает, все зашибись. Лучше бы ты умер, да, все правильно, не фиг блокеры. Я теперь могу карту разыгрывать или нет? Или я уже подрался с монстром? Ты подрался. Так что непотребство получил? Ты же убегать можешь пробовать, нет? Да, нужно кубик на смывку кидать. Какая разница? Там все равно меня ничего не делают. Почему? В смысле? Ты должен помогать Манчикину слева. То есть ты должен Кириллу помочь в следующем бою, если непотребство сработает. А если ты помогаешь, это значит, что при проигрыше ты тоже получишь... А-а-а, я что-то это даже не прочитал. Ну-ка, ну-ка. Ты можешь 500 сделаешь. Кидай кубик на смывку. Там 5 и больше, да? Да. Ну, я все равно в дерьме. Ты должен будешь помочь Кириллу. Блядь, ну у нас команда, конечно. А что, я беру карту, мне кажется? Нет, 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 если ты в бою с монстром был, то нет. Подождите, он обязан мне помогать в любом случае, да? Это ему непотребство дало заполнить. А третий может помогать, или он как бы слот забил это? Могут помогать сколько угодно. Нет. В смысле, сколько угодно? То один, то опять сколько угодно. Нет. Что же вы не определите? Так, теперь вопрос такой. Радиацию можно кидать любому человеку в свой ход или в любой ход. В любой ход. У тебя, кстати, много карт. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В этом и дело. Да, еще, кстати, что забыли сказать, у тебя есть напарник псина. Поэтому, чтобы стопроцентно смыться, ты можешь пожертвовать напарникам и скинуть эту карту. Так, вы что, гоните? Ну, понятно, что сейчас тебе это не выгодно. Зачем я смывался? Она сдохла. Так, а мне тоже сказали, выкини пушку, а у меня, оказывается... Это несправедливая игра. Мог не смываться, и она бы у меня не сдохла. Да у нас тренера, типа, видишь, жесткие прям. Короче, радиация. Кто хочет получить радиацию в лицо? Я хочу. Хочешь? Да. Ну ладно, на, получай. Блин, неловко ушло. Так, у меня плюс два. Ты фигатор теряешь. У меня плюс два. Почему плюс два? Плюс один уже. Вот, еще, вот такой вот. Откуда, где, что? Это от радиации, а плюс один еще где? И вот еще плюс один. Не вижу. На одежде еще плюс один. А, на одежде, защита от радиации. То есть ему надо выкинуть... Бля, хипать, тебе этот армор жесткий, это просто пиздос. 4-5-6 получается, надо выкинуть, да? Да, 4-5-6. Это легкая. Ага, до новых встреч. Лол. Что за рот на нем? Да это удача просто. Тот самый параметр удачи, который ДКМ, походу, тоже, как у Кирилла, высок. Надо было Андрея убивать, у него нет от радиации. Так, теперь вопрос в том, кто хочет получить вторую радиацию, а я могу на себя радиацию заюзать? Да. Да. Все, это я себе беру. Так, а что она делает? Класс. Теперь ты гуль такой страшный, все странятки. Я страшненький. Теперь я страшный. Можешь иметь на одном напарника меньше, пока не перестанешь быть гулем. Пока ты гуль, твоя защита от радиации увеличена на один. А ты же не туда поставил, это же классная. Нет, это именно проклятие. Это проклятие. Так, теперь вопрос. Билет вот этот вот, я могу на себя заюзать, чтобы еще раз ходить. Ну вот, короче, карта. Сейчас. Билет на метро. Вот это. Кищево хода. К этому игроку. Ну по идее могу, правильно? Да. Все, это я на себя юзаю, в общем. Сейчас мой ход. Давай. Выбивай дверь. С уроном один, да? Пожалуйста. О, класс, странник. Класс. Найс. А ты же девочку нашел? А он гулем не может напарника. Это класс. Это класс. Так, класс. Ты получаешь дополнительный бонус плюс 3. Можешь подраться с руки или взять... Так, найс. Я ставлю монстра. Ну, короче. Блин, как там можно? Ты с ним дрался уже, нет? Нет. Мне тогда сказали, что нельзя. Мне тогда сказали, что нельзя. Все, у меня больше урона из-за класса, я победил. Там намного больше урона. Ну, по Береждаю... Намного больше. Ты уверен, что намного больше? Ну, ты 3-2-1 отсчет делай. Кто-то мешает, типа, или нет. Ты прокачай этот еще. Ну, там не всегда, поэтому непонятно. Там беспомощь. Блин, а что ты тут не подкинул? Вроде можно было подкинуть, когда это был. Там монстр какой-то. Че, никто не будет? Раз, два. Не-не-не, ну все, еще по три раз. Берешь второй уровень, берешь сокровища. Если ты хлам, то берешь еще одно. Так, это хлам. Показывай. Нет, ты хлам оставляешь и берешь еще одно, ты не скидываешь его. А, люди скидывали? Ну ладно. А хлам я могу скидывали? Да, 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 слышите? Мой хлам скинули. Ну, подожди, если он берет хлам, то он может скинуть его. Ну, может скинуть, может оставить. Че оставил, все, не паритесь. И потом можно его положить себе в инвентарь, просто чтобы место не занимать в руке. Я возьму себе еще лавел лавчика, я третий лавел. Четвертый, а нет, третий, табу первый. Так, ну и все получается. Да, четыре карты передаешь. А ты перк взял? Перк, а, кстати, да, я перка не взял. Я забыл про перк. Ай, говно. Кирилл, ходи. Ну, он с перками разбирается и все, наверное. Так, хожу, переворачиваю. Наемник шестого уровня компании Коготь. Был он сранатом твоего уровня, кроме того. Получает дополнительный бонус. Восьмой. Он восьмой уровень. Да. Ты должен драться один. В смысле, я ему помогаю, сто процентов. Он обязан мне помогать. Да, я обязан помочь. Блин, да здесь, видимо, нет. Никто не может. А как тогда его карта? Если карты противоречат, то вступает в правила карта, которая сейчас актуальна. Да, конечно, тут все спорят. Никто не может тебе помогать. Но вообще никто не может помогать. Ну, я полагаю, что никто не может помочь. Плюс Собачкин, ну, типа все, вроде как помог. Да, я попытался, но ты как бы отказался от моей помощи. Так, понятно. И что я делаю? У тебя есть бафы какие-нибудь? Да, играл все, что ли? Есть бафы, киню. Какие бафы? Мне все скинули в прошлом раунде. Хотя нет, подождите, секундочку. Там плюс три, плюс два к любой стороне. Что-то типа того. Так ладно, короче, я приду. А, подождите. Но у тебя есть бонус к смывке. Подождите, а вот это можно? Нет, это нет. Это к атомной бомбе. Это к атомной бомбе? Ну все, тогда у меня ничего нет. То есть ты мертв. После любого образка кубика. Подожди, он мертв, он смывку кидает. У него смывка 4, 5, 6, потому что он ученый анклава. Он выкинул один или что? Я ничего не кидал еще. Меня никто ничего не спрашивал. Я же спрашиваю вас. Я же не знаю. Ну смотри, если ты не побеждаешь, то ты кидаешь кубик на смывку. Ну я не могу побеждать. Я кидаю кубик на смывку, правильно? У тебя плюс один к смывке. То есть получается, сколько ему нужно выкинуть? Если 4, 5 или 6 выкидывает, то все нормально. Если нет... У него плюс один к смывке. Базовая смывка 5, 6. Плюс один, это значит, что он может 4, 5, 6. 50 на 50, Кирилл. Но Кирилл сейчас... 4, 5, 6 надо все? Да, конечно. Разумеется. Локерки не такие, ребята. Это локерки. Вот эти вот двое у нас сидят тут. И что теперь делать дальше? Что случилось опять? Просто карты уже управляешь и передаешь ход. Я ничего не получил опять, да? Ну да. Так, я хожу. Поскольку ты смыл, Саня, победил, то ты ничего не получаешь. Брекер, спасибо большое за подписку. На парке. Локерок. Сбирай ревер у себя, да? Да. Ну да. Можешь активировать, можешь нет. Дает еще бонус плюс один из этой ревер. Ты можешь либо вступить в бой с монстром с руки, либо вытянуть слепую. Ну и оставить пять на себя в итоге. Слепую, че? Слепую ты тянешь, ты не можешь с ним уже драться и ни с кем драться. Ты просто пердешь уже ход. Тихо, у тебя бонус очень хороший, поделись с монстром. Смотри, ты можешь... Посчитай свой урон, у тебя с напарника плюс три идет еще. Так, бонус плюс один, если ты рейдер, да, значит, плюс три. Да. У тебя получается три, пять, семь. Двенадцать. Ну вот, вы спрашивали по поводу хлам, вот, если у вас есть хламка, секрет, то он получает еще... У меня же девять было. У тебя бонус плюс четыре пупс, плюс три напарника, это семь, носки девять, шапка одиннадцать, левел у тебя третий. Четырнадцать. Четырнадцать. Нормально, приоделся в тихую тут. Так, и кинуть монстра, а у меня нету монстра. Ну, ты забери в темную. Не шалей, Кекс. У меня есть монстр. А че мне делать, я, блин, три раунда? Ну, если ты не уверен в своей победе, то можешь взять в темную. Можешь спросить кого-нибудь помощь. Ладно, вот эту заброшу. Давай я помогу тебе. Я буду ждать. Двенадцатый левел? Да, я убиваю. Ну, кто не мешает? Раз, два. Я мешаю. Так, подожди. Подождите-ка. Он восемнадцатый получает. Ты ошибся немного. За каждую пустую руку, да. Плюс три пустоты. Да ты его не убиваешь. Ну, он ошибся. Пусть переходит просто. Че-то, выбирайте его. Ну, смывку... А, ну, смывка у тебя... Да нет, он... Можешь попросить помощь. Да, можешь попросить помощи. А с этим он не смываешься. То есть тебе нужно будет скинуть две любые шмотки. За одно сокровище помогу. Как ты будешь. Давай, помогай. За сколько? За одно. За одно сокровище. Да. Блин, че-то, короче, сомнительное. Так стоп, а если я за руиню, они оба будут, типа, пораженными или нет? Да. Да. Ну все, я руиню. Давай. Короче, породача, тварь и вот это вот. О, обоминация. Еще десяточку, Олька. Ну, у него получается 20. Оно еще плюс три получает. Потому что там, если без оружия, то обоминация получает плюс три. А у нас тринадцать плюс восемнадцать, тридцать один, да? Да. Тридцать один. А у нас с тобой двадцать три. Ой, ребят. Ну, непотребство тоже в бой вступает. Да. Ну ладно. Да, у вас обоих, да, непотребство вступает? Да. А шмот же я не могу, да? Куда ты смываешься? Так. Да откуда у него столько шмоток? Вы че, гоните? Против робота. Что за лакировок? Тихо, тихо, тихо. Сколько там, получается? Так не хватает, по-моему. Девять плюс четырнадцать с этих шмоток. Сколько у них было? Четырнадцать было у инициатора, это двадцать восемь. И там... Плюс одиннадцать. Четырнадцать, да. Тридцать девять. Тридцать девять дамеджа. Сколько нужно еще сверху? Тридцать девять дамеджа? Так, это в бою. А у монстров там восемнадцать. Тут тридцать один. Тридцать девять против тридцати одного. Окей, ребята, за два сокровища я вам не руиню. Он блефует. Опять же, если побеждаете, то получаете шесть сокровищ. Алло, Андрей, они сбросят шмотки, они станут слабенькими. Я понимаю, поэтому за два сокровища я не буду вам руинить, ребята. Я тоже хочу жить красиво. У тебя есть монстр какой-нибудь? У меня есть баф на монстры. Нам не поможет. Баф на монстры, это наоборот. Андрей, ты бы стал лидером, если бы ты просто убил бы их, а ты им помогаешь бездействием даже. Это мне неинтересно. Я не хочу стан... Что, за два сокровища? Так погоди, почему он соглашается? Давай, давай. Согласен. Окей, все. Я не буду руинить. Ой, слабый дух. За два сокровища из шести ты за два, да? То есть... Да. Ничего не делал, хочу заметить. И получил два сокровища, ребята. По два берем, да? Никто не будет мешать больше. Ну все, по два. Оп. Что-то легкое. По два сокровища. Получается, два уровня у нас берет инициатор боя, поскольку два монстра было победили. И берем одно. И берем одно еще. Пятый. Да. Сокровища как распределяли, инициатор боя решает, кто первый. Так я тоже беру два сокровища, да? Да. Ты решаешь, ты первый берешь или не первый. Открыто. Открыто. Выдрались, да. Выдрались вдвоем, поэтому открыто. Так, погодите, дайте изучить, что тут. Семьцовая труба. Ага, и взрывчатка. Понятно. А ой, этих что? Вы нам тоже показываете. Ну я показал, Андрей. Андрей, где твои снасчеты? А то, что я взял? Да. Вот я взял раз, вот взял два. Ключи, пока у тебя карта, бери дверь в темную после каждого проигранного боя с твоим участием. Ага. Понятненько. То есть можешь даже проиграть. Это бы мне такие ключики. Подожди. Бери дверь в темную одну дверь? Да. Пока она у меня просто лежит в руке. После каждого проигранного боя. С твоим участием именно. Ну понятно. Ты не участвовал. А если я руиню, то я могу? Нет? Так ты ж не участвуй. Хотя ты, по идее, участвуешь в бою руину. Нет, участвующий в бою считается помощник. Только. Ну все, получается, кто там. Перки еще должен вытянуть. Он пятый уровень получил за четвертый перк. Да. Перк. Бери три перка. Ну что, я понял. Единственное, я не понял, что такое шмотка. Да не оттуда. Это открытая колода. Шмотка это все, на чем есть цена или написано без шмотка? Ааа, теперь ты говоришь цена. В тот раз ты по-другому сказала, поэтому я и сомневался. Теперь ты говоришь цена. Где отсюда? Взял три перка. У меня была цена на кубике. Да, по идее, шмотка это просто все, на чем есть цена. А сейчас посчитал правила, да? Так и есть. Так что, Кирилл, эээ, so sorry, бат. Так, а почему все у меня прокрутилось в ТФ? Эээ, КФ козрело. Так, я вот этот перк беру. Ты почему-то перешел в другую. Блин, я не хочу в другую, я хочу там же. Нажми change color. И вернись обратно. Какой-то цвет был. Я мало, я смотрю на скрытый перк. А, что вы там распределяете? У психоделика много карт в руке. В чем? Я хожу? Есть карта. Есть. Он одну отдает. А. Одну карту отдать. Ну, кекс, очевидно. У него у тебя второй левел. Давай, умереть. Есть карта умереть? Потому что у меня обычно такие. Есть. Так, вот этот чешкин. Ну, все. А что ты у нас скидал? Ага, понял. Андрей, потише, можно? Спасибо. Ну, вот сейчас он взял второй перк. Базово в игре не может быть больше двух перков. То есть максимально на четвертом уровне ты два перка набираешь. Но есть карта сверхразум, которая позволяет на шестом уровне третий перк взять. Сверхразум это хорошая карта. А так перки тянутся только на втором и на четвертом. Ну, смешно лазербим, там же карта была сбросить. Я не понимаю, где там наши... Кто-ка следующий ходит? Я. Давай, хайми. О, это нормальная тема, ребят. Класс, да? Да. Где че? Плюс два за каждого паладина. Ну, это прикольно, кстати. Так, а что за класс? Там обмазываться можно. Пас паладин братства. Мы там играли, там у всех были паладины, и по два добавляли. Какой у меня урон. Не, когда все это не хай. С мостом только драться. Главное, чтобы у вас трое или двое было. И че, все ты типа доходила ли? Ну, я одну в темную возьму и все. Андрей, ходи. Андрей, твой ход. Напарник. Берем, напарник кладем. Ну, какие карты у нас оружие, да. Че, че. Я вот неплохо надет. Но ты в каждый конец хода должен бросать кубик. Если один, то она взрывается. Чего? Прочитай кубик в конце каждого своего хода. Один. Если тебе попадает ловушка, то чтобы избегать ее, избежать, это можешь ее в нее пихнуть. Ништяк. Спасибо большое. Так, понял. Значит, эээ... А он не берет еще карту перед темой? Сейчас, сейчас. Или теряется. Сначала выкину, что-то. Он выкирает. Да. Окей. Не, выкидывать сейчас мне нужно. Можешь подраться с руки или взять темную. После этого только выкидываешь. Окей, я беру в темную. Трожачок или дверь? Дверь. 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 Блин, карту так... Ну, единичку. Единичку. Окей, взял. И теперь мне нужно выкидывать, да? Да, выкидываешь и после этого кидаешь кубик. Слушайте, вы уверены, что только... Короче, в руке можно шмот... Блядь. Вот на этой панельке, где шесть карт, можно же выкидывать, получается, не только хлам и не только оружие, а шмотки любые, правильно? Нет, двери туда точно нельзя пихать. Нет, не двери. Вот эти вот штуки, которые я изначально положил туда, мне сказали, что нельзя. По идее, наоборот, можно. Это шмотка, то есть. Да, это шмотка. Да, на ней написано «разовая шмотка». Ну, это да. Не знаю, почему. Мне сказали, типа, убрать их, я и парился. Короче, всё, можете ходить. Да, я кекс её скинул, подобную. Ты единицу кидай, вернее, кубик кидай, если единица, то напарник умирает. После каждого своего хора. Опа! Я говорю, ребят, есть лакерки, есть лакерки, есть вот такая вот хуйня. Со мной это вечно происходит. Ладно. Слабокин. Всего доброго. Мне понравилось, надо только разыгрывать. Обознался за меня одного любого монстра в любом бою. Короче, да просто картами. Группу берет на себе. Да, ты себе берешь табру сейчас. И дальше либо разыграешь монстра, либо тянешь слепую дверь. Не, беру слепую. Всё, я походил. Теперь Кирилл. Я хожу, да? Напарник бонус плюс три. И автоматически принимает на себя первую же срабатывающую на тебя ловушку. После чего уходит из строя. Так, напарника я кидаю его сюда. Так, и что теперь? Беру либо дерусь, да? Да. Так, у меня получается девять урона, да? Сука! Один тут заруинил прям, блин. Ах, сейчас, секундочку, ребят, давайте подумать. Андрей, подрубай. Да я понимаю, что...